Всем привет! Меня зовут Тайсана. Я являюсь сователем и директором сайта The Village в Казахстане. И сейчас мы еще запускаем другие проекты, медиашкола и прочее. С вами давайте познакомимся. Кто из вас журналист и работает журналистом? Есть такие люди? Раз. А кто в медиа сфере? Раз, два, три. Отлично, отлично. А что вы делаете в медиа сфере? Пиар, коммуникация и маркетинг для коммуникации. Маркетинг, коммуникация, коммуникация, коммуникация. Здорово, здорово. Вы работаете в компаниях или как консультанты для себя? Консультанты и хозяинокам. Компания, да? Отлично, отлично, здорово. Тоже можно провести с вами. А остальные люди вы чем занимаетесь? Телек и Селеграм. Селеграм, как Телеграм? А, уже выглянулся в пандельке, я помню вас. Серик, мы с ним уже друзья. Как Селеграм читает мой канал. Смешно. А кто еще, кто не в медиа, кто не поднял руки, вы чем занимаетесь? Ну, я, например, в медиа. Отлично, отлично. Отлично, отлично. А еще кто? Отчасти в школе. Отчасти в школе. Я помню, вас тоже где-то видят уже. Да. А мы вообще, кто тоже установлен. А, я слышу. Все, здорово, да. Как-то интересно было, то, что вот те люди, кто уже был. Потому что обычно я с такой темой не выступаю. Ну, ну, что будет, там, маленький текст. Обычно, когда я буду это приглашать, я просто отвечаю на вопросы людей. И они спрашивают про медиа, зачастую, как мы зарабатываем, форматы и прочее. А тут ребята меня пригласили выступить с темой личного бренда, заналистики. И сразу такой дисклеймер, да, я не эксперт по личному бренду. И я нахожусь тут, наверное, потому что что-то мне удалось сделать, как личный бренд, да, в журналистике, в медиапрофессане. Хотя, понятно, что есть еще очень много, путь большой и в целом я еще цеплячка, да, в общем, да. Но я надеюсь, что сегодня вы что-то узнаете, такое полезное и по личному бренду и в целом, что будет вам каким-то вдохновением, да, и инструментом действия. Поэтому я буду сегодня это презентовать вам, и потом вы можете задавать вопросы, и в целом на практику этот акцент нам нужно сделать с вами. И вообще мы можем не только по теме личного бренда побеседовать, вы можете задавать вопросы, потому что, например, когда вот я выступала позавчера, тут в Амуте, мы там много были написаны с медиа, в Бишкеке там вообще про контент говорили и что-то такое. Ну вообще все зависит от аудитории, чтобы вам было интересно. Так как вы пришли сюда, потратили свое время, это очень здорово, спасибо вам. Зачем? Он журналист, хотя здесь не все журналисты, но возможно эти инструменты вам также пригодятся в вашей профессии, да? А здесь, конечно же, как человек, который презентует тему личного бренда, я должна была засунуть на свои соцсети, чтобы все на меня подписались. В общем, на 22 подписчиков мне должны через 2 часа стать больше, я буду проверять вас всех. Жучу глаза. Или не жучу. В общем, подписывайтесь, ну ладно, дело не в этом, подписывайтесь. Потому что как раз вы можете проверить. Но на самом деле, да, в Твиттере у нас не особо радостка станет прям мегатвиттер, все об этом знают, да? В Телеграме я вообще что-то начала писать очень странное. А в Фейсбук, Инстаграм и прочее. Вы можете потом, если у вас будут какие-то вопросы, мне написать в Фейсбук или в Телеграм лучше. Не факт, что я вам сразу отвечу. Так что вы лучше пойдем идти. Потому что очень много времени, и его дел, и всякого такого. Приблизи. Дальше. Как, как? А, я взяла. Отлично. В общем, план нашего тренинга сегодня. Первое, мы выберем, что такое личный бренд. Хотя, скорее всего, многие из вас уже знают или догадываются. Второе, зачем? Нам нужен личный бренд, мифы, стратегия по созданию и продвижению, больше советов, что дальше и практические задания. Дальше. Что такое личный бренд? Давайте вы попробуйте ответить. Кто думает, что он знает или ладно? Все ваши догадки, мысли, все, что вы думаете. Особенно вот такие, например. Я знаю про личный бренд много. Потому что я обращалась сегодня по Кириллу. Вы никогда не узнаете. Отлично. Отдаленно. И личный бренд я активно променяю. В 2015 года прописана была стратегия по внедрению личного бренда. Для того, чтобы в дальнейшем в 2018 году была прописана стратегия у меня. В 2015-2018 я все подводила, внедрила в жизнь. Затем в 2018-го написана другая стратегия, которая должна дальше развиваться. Называется всегда как персона, как личный бренд. Вышла в СМИ на бесплатную основу. Скорую. Новую интервью была в прошлом году, в позапрошлом. Нашла свою область развития. Все, что нужно было по личному бренду, все было сделано. Прямо как я выбрала из всех, кто и вас. Интересно. Ну, прям это очень интересно. К соседей сможете как раз, когда перейдем, прокомментирует тоже какие-то свои идеи и в целом. Хорошо. Здорово. А вообще, что такое личный бренд у вас? Как надеется? Ну, личный бренд. Бренд вообще это не что-то такое, там, то, что мы можем потрогать. Это именно имидж человека. Это именно то, что человек, какие эмоции или ассоциации дает вообще упоминание того или иного имени при его. Всего их там, ну, 5-4 типа разных значений. У меня, где она выполнена по земле, хотя я училась, и у Юрика по земле. Отлично. Хорошо. Вы хотите что-то добавить? Если кто-то еще хочет что-то добавить на это. Спасибо. Все верно. Я думаю, что это не очень важно. И потом мы перейдем еще к компаменту. Ну, и то, что говорят о вас люди, когда вы выходите из комнаты, основательно Амазон. Так говорят. Я думаю, вы все согласны. Кстати, если вы будете не согласны, можете тоже комментировать, мы с вами подискутируем. И тоже такой парадокс, что личный бренд есть у каждого. И, конечно, казалось бы, кто-то не развивает его, совсем ничего не делают. У меня нет личного бренды. Нет. Он у вас все равно есть. Может быть, он вам недостаточно нравится или он недостаточно развит. Но в любом случае люди о вас что-то думают, о вас что-то говорят. У вас есть репутация, имидж и прочее. И вопрос зачем? Когда мы ищем работу или, например, какие-то возможности, вас рассматривают как партнеров в проекте и пишут у нас статьи. Первым делом люди идут куда? В поисковик, искать информацию. Там у вас, в Алика, например, ваша фамилия. И дальше будет что? Вот это вопрос. И сейчас, когда мы можем найти информацию о человеке очень быстро, следить за своей репутацией довольно важно, если вы хотите преуспеть в чем-то. Именно в том, что, ну, в вашей сфере, так скажем. И глобальная цель – это влиять на людей. Сейчас будет еще по цели, влиять на людей в вашей профессии. И даже, не знаю, в каких-то личных отношениях, да, в новом отношении, в постоянной команде. Быстренько пройдемся по преимуществам. То, что первое – строиться на хорошую работу. Когда у вас есть своя аудитория и уже своя лояльная публика, да, какие-то читатели, фан-базы, можно сказать так, то вам легче строиться на хорошую работу. Потому что, если есть двое посетентов с одинаковыми, там, скиллами и так далее, но вы и у вас есть своя аудитория, конечно, работодатель больше вас рассмотрит. Потому что вы приносите какую-то ценность компании. Ну, конкретно, с ними в нашем случае. Дальше. Продвинуть бренд компании себя по карьерной лестнице. То есть, не обязательно зависеть от бренда. Вы можете развиваться как медиа-специалист. И будут люди знать вас. Не обязательно, где вы там публикуетесь. Но будут идти за вами за именем. Например. Не знаю. Вы бы на арбашке, да. Она работала с Куай, она работала в Затыке. Да. Все ее знают. А вот она там. Ну, к примеру. Легче выстрезать эти полезные знакомства. Ну, я думаю, все сталкивались с этим. То, что, не знаю, насколько вы согласны. Скажем, когда ты пишешь к какому-то известному человеку в том же Инстаграме, и у тебя есть, не знаю, там 10к, то это реально, что он легче себе и быстрее ответит. Ну, и в целом, как оффлайн знакомства. Люди себя знают и могут рекомендовать. Защита от критерий информации информационного нападения. Ну, я думаю, сейчас как раз у нас всякие такие ситуации происходят. И кто-то с кем-то спорит. И люди, которые знают вашу репутацию, то, что вы там честны, что вы там справедливы, что вы там не обманываете и кидаете людей, да. Они могут встать на вашу защиту. И такие были у нас случаи, там, скажем, там, Жухару-Тебеку, да. Или тот же Ильбар. Какие-то такие споры между людьми. Не виден там их историю, там, Барейгарю, например. Быстрее выращать коллег в группу поддержки случаев непромерных исследований о вас. Это вот тоже последний пример, который я приводила на тенге. Наверное, знаете, Асим Жайпишева. Вот она сейчас, она журналист. И в том числе стоит движение «О, я Казахстан». И вот она моя подруга. И ее тоже арестовывали на этих митингах. И ее выпустили сразу, буквально через 20 минут. Потому что все начали звонить журналисту, чтобы ее выпустили. И спрашивают. То есть, если ты находишься в такой ситуации, или у тебя есть какой-то медиакапитал, социальный капитал, то тебе легче будет, ну, как-то справиться с этим. Хотя это, конечно, не совсем честно. Получается, что если у людей нет социального капитала, они будут сидеть, да? В этом роде. Всегда. Ну, таковая жизнь. Имейте подружки безопасности. Вы, у вас есть иная работа. Но, в то же время, у вас сильно есть личный проект. То в случае чего, если ваша компания в вопросе, или еще что-то, у вас уже будет, как бы, такая запасной аэродром, да, в виде вашей, не знаю, вашей страничке сильной в Телеграме или в Фудебуке. Участвуйте в других проектах. Ну, классные ребята хотят работать с другими классными ребятами. И если люди о вас знают то, что вы делаете, они будут приглашать вас в проекты, выступления, создание каких-то стратегий, консультаций и прочее, прочее, прочее. Даже то, что я тут нахожусь, будучи не экспертной по личному бренду, но у меня удалось что-то сделать в журналистике, и у меня такая привилегия перед вами выступать и что-то рассказывать, да? Ну, зарабатывать больше денег понятно. Мы можем вообще детально, если вы скажете, что нам в этот момент интереснее, мы можем обсудить. Скажем, монетизация той же странички в Инстаграме или монетизация каких-то ваших консультаций, за консультацию за частом, за выступление, за разработку каких-то курсов, быть партнером в каких-то проектах и так далее, и так далее. Иметь хорошую лепутацию, не зависите от реальности. То есть, если вы, например, у нас СМИ очень меняется, не только СМИ. Например, вы знаете, что многие здания закрываются, там, Родейк там, ну, он не закрылся, его закрыли, да? Или там, Эль у нас на журнала такого закрылся. И если вы убываете полностью, работаете в компании, и что-то может случиться с этой компанией, никогда не знаете, но у вас есть свой личный бренд, и тогда вы будете более в безопасности. Дальше. И для руководителей поддерживать сотрудников. Это такой момент, что психологически люди любят людей, люди доверяют людям, люди покупают у людей. И кому-то приятнее говорить, я работаю там на Илона Маска, нежели чем просто я работаю там в компании X. И если у руководителя есть сильный личный бренд, это поможет мотивировать и вдохновлять сотрудников работать с этим человеком. И учиться у него возможно. И плюсы в бытовых ситуациях, ну, это такое, я сюда вишенка на торте. И добавим, что если у вас позитивный, опять же, личный бренд, то, возможно, с вами будут приятные там, в кафе, там, не знаю, какие-то какие-то бытовые ситуации, а люди будут с вами вежливее и милее. Дальше. Теперь переходим, если есть ваши причины, какие еще есть преимущества личного бренда, можете добавить свои. Мифы о личном бренде. Быстренько задроем, есть ли у вас какие-то мифы, то, что, даже не мифы, а вот мысли, то, что это такое, или почему, скажем, это не получается, или еще что-то. Я тут упомянула 7 мифов, то, что это не нужно. Ну, это мы с вами обсудили, то, что личный бренд сейчас нужен. Второе, это сложно. Почему это все-таки не сложно? Потому что, если раньше нужно было создавать, тратить много денег, вот вы как сказали, Маляка сказал, что она добилась, что они написали бесплатно СМИ. То есть сейчас, если ты знаешь технологии, и ты можешь делать действительно классный контент для особенных изданий, то есть для каждого формата в их формате, то можно даже добиться бесплатной публикации о вас. И в соцсетях, то есть соцсети бесплатные, там кроме таргета, да, то есть сейчас есть много инструментов, развивать личный бренд, не тратить какие-то огромные деньги, выступления, и прочее, и прочее. Это дорого, но вот опять же, то, что не обязательно тратить много денег, там создал страничку в инстаграме, и там что-то обещаешь. Но опять же, это уже следующий этап, который мы сейчас наберем в стратегии. Это глупо. Мне кажется, очень долго у меня был этот стереотип, и такое предупреждение, потому что наша вот натальность, то, что мы не должны обсловываться, и очень долго у меня было такое, то, что зачем, хотите пиарить, я должна делать свою работу, и моя работа скажет о меня. И я бы хотел тратить все время на то, чтобы на ботологию, я лучше бы это сделала нормальный материал, но оказывается, что это так не работает, к сожалению, и к счастью. Нужно рассказывать о себе, рассказывать о своих крупных качествах, в чем мы сильны, в чем мы отличаемся от других. Потому что никто не придет, и не смотрит, а вот ты оказывается классный, да. Из-за того, что как Бегень говорила, сейчас очень много информации. То есть мы боремся за внимание, и не только с другими семьями, а вот опять же с Netflix, с вашей девушкой, там парнем, и со всеми людьми, которые вас развлекают, да, там с дотой. И тем более, никто не будет раздраться, а, наверное, он хороший профессионал, да, и никого нет на это времени. Дайте мне уже конкретно понимание, кто, что вы, чем вы занимаетесь. Это глупо. Тоже у меня был такой долгий середик, то что, ой, это поверженностные, только поверженностные люди всем занимаются, нормальный профессионал должен заниматься работой этим серьезно. Но здесь опять же такой момент, то что оказывается, что это дело привычки. если ты, как бы, ну, переступаешь, якобы, через свою актуальную гордость, и начинаешь что-то делать, потом это просто входит в привычку, и, ну, то есть, нужно было делать между своей нормальной работой, профессиональной, союзкой лами, статьями, чем вы занимаетесь, работать в компании, и в то же время тем, чтобы дистрибуции этого всего вашей миссии, ценности их дел. Это всегда хорошо. Ну, понятно, что нет, бывает и негативный личный бренд, не знаю, например, там, Увести не можешь, я думаю. Да, да, или там, Та же Байзакова, это уже неоднозначно, может, у нее все-таки негативный личный бренд, или позитивный, или понятно. Максат Усенов, да, я думаю, очень сложно в этом ситуации, хотя, может быть, и нет. Вот у нас в Бешкеке был такой пример, там, какой-то судья, который очень плохой судья, тормопированный, он пошел в кафе, ему там плюнули, ему подложили в суп. Вот это пример негативного личного бренда, который плохо проявляется в этом ситуации. То есть, бедный человек судья, но я говорю, ну, конечно, наши судьи по кафешкам не ходят. Это фальшиво, то, что тоже упоминали, думаешь, ну, блин, это же, зачем это говорить, я вообще-то больше, я шире, я интереснее, это все вот, вот эта поверхность, но, опять же, это сервизит, как ты преподносишь информацию. Ну, и последнее, я сюда добавила, то, что это обязательно для экстравертов, для дежуны, которые любят орать, позовут в комнату, их сразу видно, да, не обязательно, потому что, есть такая даже книга, силы интровертов, и там исследования проводила девушка, которая когда-нибудь училась. в общем, фишка в том, что интерверты даже зачастую заканчивают дело, а мы, интерверты, люди пошуметь, и в итоге, сейчас ничего не заканчиваем, да? Ну, опять же, без дисклинации. В общем, можно построить свой личный бренд, будучи интервертом, и, возможно, это даже лучше, потому что, социальные сети позволяют тебе, там, в своем телефоне, сидя дома, там, рассказывать о своем мире, о своих ценностях, о своей истории, да, какие-то. Стратегия по созданию хотления личного бренда. Опять же, такой дисклеймер, момент универсального ответа. Мне кажется, Малька, вот, которая, уже много времени, много лет, да, вы этим занимаетесь, согласится, то, что, такого универсального ответа, что, вот, вы сделали это, вот, возьми эту пилюлю, съешь и ты будешь, чувствуешь себя так-то, и случится это. Ну, как, в принципе, многие вещи в мире. Поэтому я сюда включила, сколько там, по-моему, 12 или 13 шагов, но они будут уникальны для вас также. И, возможно, будут полезны, да, какие-то дальше. Первое. С чего все начинается? Я смотрела тоже, читала разные книги и так далее, и поняла, и в целом то, что есть одна все-таки схема. И, например, один тренер, он начинает с того, что он закрывает, в общем, этими стикерами, вот эти первые три шага, и говорит, последний шаг – это раскрутка. Почему она начинает с него? То, что такое раскрутка – это, например, какие последние писать, да, ну, скажем, там, соцсети, да, где мне выступать, а как сделать, чтобы на меня все прописать, а я хочу больше лайков. Это все про раскрутку. И почему она начинает с этого шага, и почему я, в принципе, с ней согласна? Потому что многие люди приходят, и когда они говорят о личном бренде, они сразу хотят, я хочу больше лайков, я хочу больше подписчиков, да, то есть они начинают с последнего этапа. Но так не получается, потому что ему предшествуют еще три этапа, которые мы сейчас разберем. И первый этап – диагностика, сейчас мы разберем подробнее, это аудит и понять вообще, где вы сейчас, то есть кто вы, как люди вас воспринимают, считают ли они вас профессионалами, если да, то каким, да, и прочее, прочее. Второе – это основной шаг, фундамент, это ответ на вопрос, кто вы. Ну, то есть, как вы себя позиционируете, какие у вас ценности, кто вы в работе. И эта схема, она, кстати, подходит всем профессиям, то есть мы обязательно должны действовать. И потом уже после того, как вы определить, кто вы, каковы ваши ценности, в чем ваши сильные стороны, чем вы отличаете с других, идет упаковка. И если вы начинаете, скажем, с раскрутки сразу, например, у меня уже там много подписчиков, пригнали там, не знаю, мертвых подписчиков, или просто они, или не мертвых, да, действительно реальных подписчиков, они зашли, а вы не упакованы, то есть они заходят на ваш префайл, а у вас там вообще непонятные посты, все непонятно, да, какая-то странная, что-то непонятная. То есть вы не доноситесь, скажем, что вы, там, не знаю, кто вы, там, диетолог, да, если вы, там, расценившись, как диетолог, заходят, а у вас там котики, ваши дети, ну и вообще ничего не связано с вашей профессиональной темой, хотя вы себе хотите расценировать, как профессионал, профессиональный диетолог, да. То есть упаковка хромает, и вынесены на ценности, там, элементарных видео. Эти шаги понятны? И согласны ли вы с тем, что нельзя начинать с рискутки, а нужно начать понять диагностику в фундаментных упаковках? Дальше. Ой, простите. Мы не сможем тут, конечно, сейчас прям конкретно, каждый поэт прям, это все такое общее. Потом будет здорово, если вы сами, если вам интересна тема, уже будете читать и что-то делать, да. Диагностика. Первое, это, ну вот то, что я говорила, загуглить себя. И если, например, в гугле в первые строчки выходит, не знаю, там, не ваши профессиональные достижения, не ваши ученики, не ваша страничка в LinkedIn, да, не статьи о вас, не выступление ваше, не видео, да, а что-то такое, там, не знаю, может быть, какой-то ваш профиль ВКонтакте, где ваши какие-то картинки, там, немы, и что-то такое, да, но вы хотите себя позитивно как профессионал, это, наверное, не очень хорошо, да. Это уже звоночек того, что что-то надо делать, что-то надо менять как-то свою историю о себе, да, в интернете. О, здорово, спасибо. Есть такой инструмент, Wordstat, мы его разбирали на тренинге, не знаю, мне кажется, мы не успеем, наверное, знаете. Зайдите в wordstat.yandex.com Такого инструмента нет в гугле, это инструмент показывает, сколько людей вас ищут в месяц поисковике. Гугле есть, похоже. Да. Кей-корректор. Как думать? Кей-корректор или как там там? Кей-корректор, да. Он бесплатный, да? Да. Он мне не точно. Вот, ну, чтобы я о нем не слышал, я хочу, чтобы вы сказали. Вот в сайте, вонсайт, это онлайн. Ты заходишь, и там ты забиваешь, например, сам нашим, да, и там написано, история запросов. И там ты заходишь на историю запросов, и покажешь каждый месяц, сколько человек вас искали, там 100, 20, не знаю, ноль, да. Тогда вы поймете вообще, вы интересны людям, ищут ли вас в гугле, там, в браузере, да, и потом вы увидите, а почему-то прямо в этом месте меня там ноль человек искали, да, а в следующем месяце там 100, что я такого сделал? Ну, а я там выступил, да, или я там, а по мне статью написали, да, что на такое произошло? Таким же образом вы можете проанализировать других людей, ну, чтобы для интереса посмотреть, потому что корреляция есть. Понятно, что у нас не все люди сидят в Яндексе, я вообще, например, пользуюсь Яндексом, но в любом случае в гугле, ну, как бы, тренд, он будет примерно одинаков. В смысле, если в этом месяце, в июле вас искали в Яндексе 100, а в августе 20, то, скорее всего, в гугле там примерно пропорция такая же, в ваших действиях. Кто-нибудь себя искал вордсайт как молодой человек? Вы, кажется, знаете, да, все эти инструменты? Да, но себя лично вордсайт я не искал. А кого вы там ищете? Просто не использую. А кого вы там ищете? Или из-за чего вы это делаете? Вообще, это как хакинговые инструменты, то есть запросы по продукции. А, да, 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 да. Это такие контекстные рекламы, да? Понятно. Вот, вот, это используют в SEO-продвижении. Мы тоже это использовали, когда, это ладно, включение, мы это используем, когда пишем заголовки, SEO-продвижение и формулируем так заголовки, как люди их ищут на скринках. То есть, например, мы писали статью про Apple Pay, и мы именно использовали ту фразу, которую люди задавали на скринках, что у нас хорошая поисковая инфляция, мы там много чего делали, это, ладно, другая тема. В общем, что еще про диагностику? Это поговорить со своими близкими людьми, потому что, может быть, вы думаете о себе одно, а они думают о вас другое. Например, вот скажи мне, там, моя подруга, вот как ты меня воспринимаешь как профессионал, или, там, как, не знаю, кто вы, там, бьюти-блогер, они могут вам вообще другое что-то сказать, раскрыть вам глаза, что, знаешь, я думаю, ты такая классная, но ты мало себя показываешь, а вы думаете, что вы там уже, ну, слишком вас много, оказывается, люди думают иначе. И потом, после, вот, близких людей, можно поговорить с коллегами, уже более профессиональным каким-то комьюнити, и тоже собрать вот эти все комментарии. Дальше, после диагностики, ой, здесь такой совет, не анализировать конкурентов. Ну, то есть, можно их проанализировать потом, но если вы сделаете это в самом начале, есть, как бы, вероятен, очень большой риск того, что вы будете, во-первых, не испугаетесь, вы подумаете, это очень сложно. Вот этот человек, у него уже так много подписчиков, он такой уже крутой, это вообще, это не по мне, нет-нет-нет, я не хочу этим заниматься, я боюсь, да? Плюс, либо вы, если не испугаетесь, вы подсознательно можете начать копировать этого человека, потому что, а, ну, вот, он уже работает, да? Вот у него работает, он делает так, да? Я сделаю тоже так. Но вы никогда не знаете, работает ли это на самом деле, потому что, во-первых, есть понятие ошибка выжившего, наверное, все знаете. ошибка выжившего, это была такая история, во второй войне, то, что приезжали самолеты, и там были пробоины, на каких-то местах, и там кто-то инженеры, кто-то мотивировали, а вот здесь дырки, то есть самолет, в котором мы жили, нам нужно чинить тут, нам нужно укреплять самолет, но понятно, что не можем купить самолет везде, потому что езд будет слишком большой. вот в этих местах, и потом один человек сказал, нет, наоборот, он был математиками, или кем-то, эти самолеты как раз-таки долетели, они выжили, потому что у них были сильно другие стороны, если вы будете покупать эти стороны, это те самолеты, которые не долетели, то есть ошибка выжившего тех людей, которые долетели, а мы начинаем анализировать их ошибки, но они же долетели, так же, если мы будем сейчас анализировать конкурентов, это может быть ошибка выжившего, или что-то другое, мы никогда не знаем, почему так это было. И в любом случае, они другие люди, вы совсем, человек состоит из собственной вселенной, с иноценностями, вы уникальная личность, и все люди уникальные. Вот, это такой был совет. Дальше. Проделиться целью, чтобы что. То есть, мы сейчас уже затронули второй шаг, по фундаменту, зачем вам это нужно? Ну, вообще, это или нет, то есть, например, я хочу развиться, продавать, то есть, я хочу использовать свой личный бренд, чтобы развить свой бизнес, и больше у меня было ли долг, Или я хочу развить личный бренд, чтобы открыть свои медиа, или еще что-то, что-то. То есть, должна быть какая-то конкретная цель, их может быть несколько, но они должны быть, да? И тут я свой пример привела. Нет? Нет? Например, мой пример, да? Зачем я делаю, что-то там делаю, да? И что-то пишу в конце сети, хотя могу посидеть и работать, да? Делать свою работу. Наша бываемая цель, это изменять национальный менталитет. То есть, стройнее, делать ее лучше, больше влиять, соответственно, если чем больше влияния, тем больше изменений в обществе. Защита прав людей, укрепление бренда компании, тем самым привлекать больше клиентов, искать больше... Ну и вот это вот все про это. То есть, вы определили, зачем вы хотите это делать, вы сделали свою диагностику, да? Теперь нужно понять, кто вы. И кто я, зачем я, ответить на эти вопросы. В чем мы сильные в сторону? То есть, в чем я, в чем я отличаюсь у других? И даже если вы сейчас этим не являетесь, это кем вы хотите стать? То есть, это точка роста. Где вы себя видите в будущем? И вот на этом моменте, мы сейчас остановимся, пока вот здесь я тоже посмотрела, читала какие-то книги, и там было такое слово, вот кто я, зачем я. Очень важно понять, кто вы настоящий. Я даже беру такую фразу, настоящий, на чем стою. То есть, действительно, на чем вы стоите, на каких ценностях вы стоите. Покопаться в себе, ну, не врать себе, да? И потом, в чем ваша институтная сторона, и кем вы хотите стать, про кем вы хотите стать, мы еще сейчас подробнее разберем, потому что это очень-очень важно. И вот, я свой пример сюда зафиксала, конечно же, журналист-основатель, это кто я, да? То есть, я себя пластинирую, во-первых, как журналист. Почему это важно? Потому что, у нас во многих СМИ, и не только у нас, есть проблема, когда во главе стоит человек, не журналист, и это часто влияет на процессы. То есть, он говорит, напиши, там, про мою, там, племяшку, да? Или ты поставь ее на обложку, да? То есть, изначально мы себя пластинируем, и я себя пластинирую то, что я журналист, и я знаю все процессы в редакции, я могу заменить, в принципе, двух человек, да? Кроме дизайнера. И отсюда у нас читатель всегда на первом месте. То есть, у нас не рекомендательный на первом месте, у нас читатель на первом месте, и редакция на первом месте. Это уже ценность. Потом, то, что я с Вакей именно как бизнесмен, и независимые СМИ. Это тоже наша фишка, в том, что мы независимы ни от грузоказа, ни от олигархов, ну, в принципе, мы ни от кого независимы, только от нашего настроения, настроения, и реальность свободности. И потом, которая сейчас вот здесь, независит буквально со всякого оффлайн. В частности, вот это, ценности, это вот мои ценности, которые я постоянно про это пишу. И фишка в том, что я это написала в колонке в прошлом году, потому что я приняла это решение. И потом поняла, что действительно я уже приняла это решение, и назад пути нет. Потому что я всю жизнь хочу прожить тут, и всю жизнь проработать в медиа, и около медийных проектах, и улучшать страну, и индустрию. И здесь я приняла, например, где-то у вас долбайского телеграм-канала, где я что-то пишу, и это, в принципе, немножко перефразирование вот этого, того, что вы видите сверху. Хорошо. Вот. И вам нужно обязательно такое же сделать, если у вас еще такого нет. Дальше. Чем вы отличаете от других? То есть, например, вот тут, например, это видно. Независимо СМИ. Уже, да, мы отличаемся от многих СМИ, их десятки, сотни, да, но мы другие, да, мы не получаем как раз, к примеру. Или то, что там, я журналист, а не просто бизнес-мой. Ну, пример. И всякие такие примеры, чем вы отличаете от других. Дальше. Следующий шаг это понять свою аудиторию. То есть, например, и те же ценности, которые, там, не знаю, допугодили Байзату условно, там, не знаю, на своем, да, аккаунтах, своих аккаунтах, и взять то же самое, и засунуть, не знаю, в какой-нибудь канал другого человека. Это будет совсем, не зайдет, да, людям. Люди не будут это лайкать, это будет неконкурентно, и... Потому что аудитория совсем другая. И вам нужно понять, кто, на кого вы рассчитываете. Даже если у вас нет сейчас этой аудитории, кто вы хотите, чтобы вас считал. Например, люди, там, 25-40, это специалисты, они живут в городе, у них, там, доход выше среднего, они, там, в принципе, учились на границе, скорее всего, что-то такое у них есть, там, у них есть один ребенок маленький, там, люди, которые с активной гражданской позиции, к примеру. или, например, моя аудитория, это мамочки, люди, там, домохозяйки, да, в таком-то, примерно, вот, понятно, что у вас будет еще и другая аудитория, но это, как бы, ваше ведро. Дальше. Определить блоки самопрезентации. Тоже эту штуку я изучала. В общем, в начале, когда вы будете только делать свой аккаунт, или там, что-то еще, да, есть такое правило, следует 80 на 20. То есть, 80 процентов контента должно быть профессионального, и 20 процентов личного. Почему это важно? Я часто вижу такую, не знаю, ошибку, или, может, это люди наверно делают. Тоже интересно, у каждого свое мнение, теория, и так далее. То, что люди, например, заходят на их аккаунт, у них только профессиональный, только работа, 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 работа. Ну, если нет интересного дела, возможно, я это почитаю, но все равно это не вызывает такой прям интерес, и вот как-то так, потому что люди любят людей. Опять то, что я говорила, люди доверяют, и если я совсем не вижу лично, я вижу такой профессиональный, он меня не вызывает этой эмпатии, я не представляю, кто это человек, о чем он думает, о чем он мечтает, что он ест на завтрак, и этот человек не вызывает у меня ощущение сериала, за которым мне интересно следить. Потому что, ну, как бы, все так, как-то супер, да, ну, как бы поработать. То есть, у меня не создается образ человека, кто он, да, за счет того, что хотя бы чуть-чуть, там, 20%, там, каждый пятый пост лишний, то есть, понятно, что не надо обрешивать там все. Вы сами выбираете, как вы хотите себя позицировать. Вы можете показать что-то, и в любом случае, вы никогда не будете показывать 100% все картинки, потому что это невозможно, и никому это не нужно, да, там, все ваши личные детали в жизни. Скажем, не знаю, какие книги вы читаете, какие, там, книги раздохновляют, какие люди отдохновляют, какие, там, как вы проводите свободное время. Это людям интересно, если они уже, вот, в этой теме, да, с вами. И, такой момент еще. Тут, это теория мелочей. То, что, мы сейчас разберем блоки своей презентации, позже, чуть. Ну и давайте, сейчас. В общем, если замечали, например, давайте даже возьмем какого-нибудь известного человека, у нас в Казахстане. у них есть повторяющиеся темы. Какие-то рубрики. Скажем, кого вы хотите взять? Предлагайте кого-нибудь. Или Буа. Ну, давайте Ильбай. Вот, назовите какие-то постоянные рубрики, которые есть у Алишера, да? Непризнанная икона стиля. Вот, икона стиля, да? То есть, мы тоже, кстати, ее разграли, потому что это вот прям постоянная штука, и, и уже кто-то ее ждет, да? Ну, Дагестан сейчас у нас чуть-чуть проиграть. Дагестан? Диджистан. Диджистан. А, Диджистан, да. Окей, Диджистан, да. Здесь, скорее всего, даже блог будет не Диджистан, а блог какой-то где он уступает, лично, я знаю, что ты там говоришь, да? Пост чедро проплачивает. А, пост чедро... Реклама у него есть, да? А у стори, там у него тоже есть гайды, вот то, что пост проплачивает, он всегда начинается с этого приложения, да? Первое предложение у него пост проплачивает. Ой. Доброе утро, сторис. А, да. Кстати, тоже я заметила, что он играл только штуку. Эта вот теория мелочей, чистого, я думаю, может быть, он это делать не менее, но, скорее всего, да. Доброе утро, и потом у него будут всякие причины, котики, зайчики, всякие слова, да? Даже так странные, да? Или бла-бла-бла. Вот. А, какие еще? Жена, мне кажется, он издевается над женой, да? И вот эти вот шутки связаны с Владимой, да? Даня? Жена, семья. Женщина так думает. Что ж какое. Ну, это он специально заигрывает свою аудиторию, да? То есть, в общем, здесь фишка, они не любовали, а фишка в том, что, вот смотрите, вы человек, вы не знаете, кто вот с ним прям общается, кофе пьет, да? И, скорее всего, нет, да? Мы как бы знаем, он есть в сети, там, профессионально где-то сталкивались, может даже работали, но, по сути, он не наш друг, да? Но мы знаем уже какие-то блоки, самопрезентации, и мы можем, а, ну вот жизнь его состоит вот из этих там, ну, каких-то там семи-восьми пунктов. Это кирпички его вот самопрезентации. Тут есть смешанное и профессиональное, и личное, и даже какие-то мелочи, вот по теории научного, такое доброе утро котики, да? И все такое. Но фишка в этом, в чем прелесть, да, вот этой схемы, то, что тем самым человек, как бы, он, во-первых, он донес, какой у него образ, какие у него ценности, да? Он постоянно публикует контент, то есть занимается раскруткой. Но у него есть много кирпичиков, и когда он будет меняться, и, например, он сейчас захочет, не знаю, открыть свой бизнес. Вот он же открыл ресторан, к примеру, да? Сейчас Эликбарс такой, у него лучше красный, но весь замок, да? Ну, ладно. Что ж теперь, он будет нашими ртами сегодня. И если он открывает ресторан, а, у него еще будут тити-фрути, да? За счет того, что у него много блоков, он может убрать этот блок и заняться, например, блоком ресторана. Но если бы, у него весь блок, как я вот начинала же, был профессиональный, у него весь блок, только про PR. Один блок, да? Один только про PR. Он хочет заниматься рестораном, вся аудитория, которая будет за рестораном, она уходит. Но у него нет другой аудитории, да? И, соответственно, ну, сто процентов, как бы, уходит от этой аудитории. А тут, например, если он перестает писать про икону сети, людям, которые заходили, они заходили только за счет этой рубрики, на его страницу, да? Если есть такие люди, они разочарованы, да? И тут он начинает писать про ресторан какой-то дурацкий. Но, в любом случае, это всего лишь, там, пять или десять процентов у тебя за счет вот этой, за счет сегментации, за счет различных блоков техничков. Вам понятно? И, тем самым, можно создать себе такое же. Вам упражнением будет то, что вы должны прийти и разобрать свои блоги. Например, ну, давайте мы с вами поработаем. Как вас зовут? Назын. Назын. Чем занимаюсь? Я пишу свое. Я пишу шкода. Вы школьница и, можно сказать, блогер, да? Ну, условно, да? Вот какие у вас сейчас темы есть? Ну, сейчас я вкладываю фотографии в стиле племочной фотографии. Племочной фотографии. Обработка, да? Например. Это обработка или не обработка? Ну, это обработка. Обработка. Вот. У нее есть блог, она рассказывает, как обрабатывать фотографии, да? Например. Потом. Какие еще есть блоги? Ну, как бы. То есть, я обычно пишу просто такие вещи. Астрантные, да? Какие-то такие про себя, да? Ну, ну, я возьму, например, например, назын. И давайте ей придумаем блоги. Например. Скажем. Школа, да? Как поступить в зоне веры, да? К примеру. Советы по поступлению. Это сейчас. Это не обязательно, что вы будете принять. Это просто мы сейчас пытаемся разобрать. Например. Школьница в блоге, о чем у меня? Какие у меня могут быть блоги? Советы по поступлению в университет, да? Потом. Обработка фото. Потом, может быть, не знаю. Еда. Что я ем, там, не знаю. Может быть, вы готовите. Что сегодня в столовой. Да, да. Может быть, что-то в Веленской. Может быть, вы там, готовите рецепты в блоге. Ну, к примеру, да? Это просто к примеру, да? Потом, там, не знаю, мои книги. И там. И какая-нибудь мелочь, или совсем мелочь. Может быть, носки. Может быть, вы будете, у вас интересные носки. И ваша фишка в том, что, кстати, вы их мысль совсем уже знаете, бизнесмен. У него вот есть, я тоже заметила, фишка. Это носки. Он там. Он все время уходит в носках, в труду. Даже если это трудо или нет. Может, не помню. Я тоже не помню, если честно. Ну, в общем, в том, что тоже такая маленькая фишечка. Масимов, короче. Масимов. Масимов. Масимов? Ну, где-то, 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 где-то. А, да? Возможно, да. В общем, эта теория вам понятна? Есть ли вопросы? Может, какие-то комментарии. Дальше. В общем, окей, мы поняли, кто мы. Мы определились, кто наша аудитория. Мы поняли наши ценности, и так далее, и так далее. Мы упаковали себя. То есть, определились свои блоги самопрезентации. Что дальше? Раскрутка. Здесь, конкретно, мы говорили про журналистов. Потому что, когда мы забываем журналистов в Google, и у него выходят все сети, он же человек пишет, и у него есть свои статьи, и было бы здорово создать какую-то комнату, какое-то пространство, где будут все его материалы. И мы с ребятами обсуждали то, что можно использовать актильду. Ну, актильду уже не использую, а так как вы ставите. Вот. Брэйсвикс. Какую-то площадку, где будет ваше портфолио. Например, раньше, когда я был журналист, я работала в Squite, на Форексе, в разных-разных изданиях, я написала, у меня было свое портфолио на клипнкс.ми. И когда забываешь там Айсана, там моя фамилия, я выходит на сайт, и я что делала? Я работала в печатных изданиях, и тогда с этим вам повезло, поколение нового, потому что сейчас все дешло, очень здорово. А когда ты в печатном дизайне работаешь, и не знаешь вообще, кто читает статьи, кто там фидбэк и прочее. Но еще проблема была даже не только в фидбэке, а в том, что терялся материал, и я скранировала все свои статьи, и туда вот это все собирала, на свою портфолио. Что я тогда это сделала? Потому что некоторые статьи потерялись уже со временем, из-за того, что сайты менялись, там Square менялась и прочее. Но, увы, не журналисты, тоже можете сделать свое портфолио, например, фотографы могут сделать свое портфолио, или те же там, не знаю, какие-то гульварные блогеры рассказывают, те же фэшн, да, то есть иметь свою комнату, и оно будет отображаться в поисковерках, когда люди будут искать вас, и это вызывает, там, о-о-о, ну, у нее есть все сайт, это уже какое-то кредит доверие. Даня? А, почему-то, что теперь? А, простите, допустим, даже не рано блокировали Казахстане, но уже ее заблокировали, возможно, не будет больше такой проблемы. Просто я, когда делала эту презентацию, не было этого случая, я титул написала первую, а потом, с сожалению, все время уголяю на детях. Ну, в общем, да. А почему все блокировали? Ну, почему же на Казахстане? Адреса юридического не было, они завели его на Абайску, да, или где? А, понятно. Ну, да, было. Ну, у меня все эти проблемы, потому что мы все знаем, что и сам Клаун заблокировался, на непонятную причину. Сайт-вендер школы, где вы сейчас на Wordpress'е находите? Здорово. Да. Ну, Wordpress – это неплохая площадка, знаете, Time, Time – журнал мировой, да, у него он тоже на Wordpress'е. То есть, есть какие-то большие-большие компании, которые делают на Wordpress'е, потому что у него тоже много всяких фишечек, уже платных там расширений, да, и всякое. Вот. И это здорово, что многие площадки эти бесплатные, и все тюториалы есть на Ютубе, и их можно вам задуматься и создать свой сайт. Дальше. И тут я еще предложила один пример, просто сайты, которые делают крутую верстку. Таких тоже аналогов много, а это, по-моему, российский сайт, и он превращается вот в такой сайт, во что-то прямо очень красивое. Verstka.io, давайте. Раскрутка. Окей, у вас есть портфолио, у вас есть сайт, вы поняли, кто вы, и так далее, и так далее. Теперь, ну, в соцсети, по-моему, ставим аккаунты. Мы где-то разбирали подробненько каждую сеть. Я могу сейчас вкратце сказать, что это покажут в соцсети, и тут я написала что-то. Facebook. Мне кажется, сейчас, но не мне кажется, цифры говорят об этом, потому что идет такое падение, и в Казахстане так же. В Facebook сейчас, по-моему, сидят там меньше двух миллионов людей. В Казахстане недавно смотрел интервью с Благобайом, я говорил там цифры. И в целом появляется уже давно таковато, что многие люди используют Facebook как телефонную книжку. Если им нужно найти какую-то книжку, с моей игрокового-то человека, они находят его на Facebook, добавляют друзья, ну, где-то надо знакомиться. На Facebook все равно сейчас заходят ломбы, виды, там другая аудитория, старший, например, от 30. И там я почти всегда, когда я нашел герой статей, я их находила в Facebook. Сейчас уже, мне кажется, с Instagram поменялся тренд. Telegram. Как использовать Telegram? Т.е. все новости, все новости, я узнаю только из Telegram. Т.е. первым делом я захожу в Telegram, и все узнаю оттуда. Я не знаю, я вообще не захожу уже в Facebook, в Instagram, я могу сказать, что там много времени продолжу, примерно час. В Telegram еще ломбриды, и у нас есть такая штука, касается новостей, аноним для Telegram-каналов, там они пишут какие-то ломбриды, непонятно, кто их зарплатил, но посмотрим. Или посты. То, что, чем хорош Telegram, то, что это все равно мессенджер, и вот там переписываются к ним, к ним. И люди, если что-то интересное, очень легко посту разлететься, за счет того, что это телефонная книжка, и люди отправляют друг другу. Instagram. Ну, Instagram-то больше персональный, больше стих, жизни и всякое такое, но все равно ее тоже можно использовать для ломбридов, и даже таких серьезных путей. Например, тоже на Синтепай, он публикует все свои посты в Instagram. Также он публикует все, в Telegram его нет, и в Instagram ему очень много, там, 5000 лайков, люди активно шердят, хотя, казалось бы, вроде не его аудитория, и вроде несерьезная аудитория, то нет. То есть, его пример доказывает, что люди, наоборот, хотя почитают это все, ну, это, он очень быстро реагирует на Синтепай, почти все события практически. Дальше. Twitter. Twitter у нас не сильно развит в Казахстане, хотя в Америке тоже, это существенно номер один для журналистов. То есть, они ее используют сразу, когда брейки, или в гражданском журналисте, когда там, после стрима фона, какие-то события, им люди помогали с Twitter, они фотографировали, отмечали хэштеги, отправляли, и вся лента, там, травм, да, все сидят в Twitter. И поэтому здесь все равно можно использовать Twitter, потому что иностранные журналисты, которые пишут о Казахстане и Центральной Азии, они также сидят в Twitter. И, например, мы когда публикуем наши новости, там, Джоанна Лиллис, которая, ну, наверное, знаете, написала Дарк Шейнлус, книгу про политику, про политическое состояние Казахстане, она работает и уражен будет на Брэйдженет, и постоянно пишет на всяких издания, там, Гардиан, про Казахстан и Центральную Азию. Или вот, вот, Крис Риклтон из AFP, которому поставили Фингал на митинге тоже. В общем, они все сидят в Twitter, все эти иностранные журналисты, и там с ними круто взаимодействовать, там можно с ними общаться, ну, в плане, не в смысле, общаться, а профессионально общаться, они могут ваш материал там сам увидеть, репостнуть и прочее. Плюс, молнии, также какие-то новости в Twitter, но, если вы не умеете пользоваться Twitter, там есть крутые настройки того, что вы можете добавлять людей в группы. Например, я там стою в многих каких-то группах, в центре лэжи, и потом ты кликаешь на эту группу и читаешь серии, посты с этой группой. То есть, тем самым, проблема, мне кажется, на их людей, почему они не понимают Twitter, они заходят, они подписались на своего брата, друга, подписались на вот этого Криса, и они говорят, что-то странно уже, они заходят, и все в каше там. Это там, я говорю, я устала, хочу домой, хочу там спать, да, и тут Крис Риклтон что-то пишет, что-то там приметимое, то есть в каше, да. Но за счет этого есть группы, ну, ради этого, да, есть сегментации, есть вот эти вот хэштеги, и так удобно. Вы можете создать группу, например, не знаю, по событиям, по территории, так почему угодно, и потом следить, что происходит в каждой группе. Например, фэшн, вам интересно, подписаться на всех там, утреэнтеров, ну, вряд ли все в Twitter, ну, условно, какие-то ваши темы. Дальше, и, или после также работать в Twitter. Еще добавила вот сюда LinkedIn, это не сильно разливая сеть у нас, хотя, опять же, за границей ее прям используют, там люди в комьюнте, они обсуждают посты, люди там находят работу, это прям, ну, инструмент номер один, если ты на профессиональном поприще. Но LinkedIn все равно нужен, почему? Потому что вы можете там создать свою страницу, не можете, а создайте, у меня там есть страница, и это будет как ваше онлайн резюме, со всеми вашими регалиями, сертификатами, всеми вашими скиллами, или всеми вашими стажировками. И почему это хорошо? Потому что он хорошо индексируется тоже в угле, если вы забьете себя, то вы будете, или человек заходит, у него там на LinkedIn, у него такой профайл крутой, тоже плюс. Можно там ничего не будете делать, ни с кем не взаимодействовать, а то мы будем. И это хорошо, если вот именно с международной компанией будут все труднички, потому что там все на выскоре, да? И вопрос про соцсети. Если бы вы увидели себя в соцсетях, вы бы взяли себя на работу? Это то, о чем стоит задуматься. Хотя здесь тоже все-таки, мне кажется, личное должно присутствовать. Сейчас вы можете испугаться этой фразой, все, я должен быть такой в коробочке, профессиональной, нет. Потому что soft skills, они сейчас важнее даже в наше время, чем hard skills. То есть умение общаться с людьми, умение выстраивать команды, эмпатии, это тоже будет чувствоваться через ваш аккаунт. То, что у вас есть там нетворкинг, с кем вы общаетесь, ходите либо в свободное время в горы, или бухаете, я ничего против бухания не имею, я просто говорю, как я. Это зависит от вашей работы, чем вы делаете. Дальше. Мы поняли же до этого, кто нашу аудиторию. Разбирали важность того, как нам нужно понять, кто ваша аудитория. И потом, соответственно, понять, где она сидит. То есть, может быть, вы пометите, что ваша аудитория, она не сидит вообще в Телеграме. Вообще не нужно вам там создать канал, а вы сидите и три часа в день тратите на Телеграм. Да, условно. Потом, понять тренды. Что я тут имею ввиду? К примеру, конкретно я, будучи как менеджер, и я больше работаю с продажами, занимаюсь с клиентами, например, сейчас такой тренд, что рекомендатели очень активно размещаются в Инстаграме. Раньше, скажем, семь лет назад, рекомендатели размещались в Фейсбуке, они платили за это деньги, и все такое. Сейчас Фейсбук не особо интересен. Я, например, почему даже очень сильно развиваю свой Фейсбук? Потому что, как бы, со стороны именно рекомендателей это умирающая площадка. Поэтому я себе заставляю и пишу, что-то пытаюсь писать, да, в Инстаграме. Потому что она конверсионная, и в целом на нее можно делать ставку, потому что она может в том числе и приносить деньги. То есть там люди растут, со стороны сущей сети. И аудитория растет, и со стороны монетизации также. Потом, например, тренды есть. В Телеграме, например, когда Телеграм блокировали в России, то есть все боялись, что все сейчас идут в бюджет. То есть вам тоже, если вы работаете в этой сфере, вам нужно понимать, что куда движется, да. И в целом такой совет не класть яйца в одну корзину. То есть для чего нужен сайт? Чтобы у вас был сайт, потому что, опять же, в Казахстане сейчас нестабильная ситуация. Может быть, завтра заблокируют Телеграм. Или можете все заблокировать. Как говорят, у нас будет один мессенджер, айту и там прочее. То есть для этого может пригодиться сайт. Здравствуйте! 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 Дальше. Разные площадки, разный контент, интонация и форматы. Ну и здесь можно много говорить, но в целом, понимать, например, что Инстаграм, скажем, это визуальная соцсеть. Какой бы вы гениальный текст не написали, но если у вас просто отвразительная картинка, непонятная, даже вызывающая какое-то отторжение, ну, скорее всего, этот пост не доберет тысячи-тысячи-тысячи лайков. Конечно, бывает, когда это специально сделано, это какой-то постмодернизм, но люди все равно светлое, понятное изображение, и так же оно и выходит в топ, там, где вот эта категория в виде некоторых не подписаны. Или, например, там, скажем, помните, этот был кейс, когда использовали в рекламе и эту рекламу запустили на Фейсбуке. В Инстаграме она зашла, а в Фейсбуке все говорили, кто это? Кто этот парень? Почему он нет? То есть там вообще люди вообще не знали его, и для них он был не каким-то инфлиенсером. То есть, опять же, поднимать площадку. То есть на Фейсбуке вот этого человека не нужно было использовать в рекламе, да? Кейс это показал. Но в Инстаграме, например, если бы вы взяли, например, другого, как Фейсбуке чайнина, какого-нибудь известного, скорее всего, он бы не зашел бы. То есть понимаете, где какая аудитория, где какие люди сидят. Дальше. Совет. Регулярность. То есть, какой бы вы там гениальный, опять же, пост не писали, но если вы это делаете раз в год, вряд ли люди будут на вас подписываться и понимать ваши ценности, следить за вами и так далее. Часто задают такой вопрос смейли, то есть когда вы публиковаете, сколько постов. Скажи мне цифру 5, 7, 10. То есть такой цифры нет, опять же. То есть все зависит от вас, от вашей аудитории. Кто-то там публикует по три поста в день, кто-то публикует по три поста в неделю. Да? Смотреть по самому темпу. Например, мой пример, я довольно мало публикует постов. И у меня даже, когда вот это аналитика, берите вот эти цифры, и там вот frequency в пост, у меня написано лобок, розовый цвет, красный даже. Потому что я публикует один пост, два, максимум три поста в неделю именно в ленту. Ну, потому что у меня такой принцип, что мне нужно что-то, чтобы мне было сказать, потом уже публиковать. Ну, у всех разная стратегия. Может, у вас будут зрители того, что я должен людям рассказывать, чем я занимаюсь каждый день. Это важно для них. Они не могут за свой принцип, пока не знают, например. В общем, польза. То есть, ваш контент должен приносить пользу и соответствовать тем ценностям. Польза может быть разная. Может быть, вы развлекаете, может быть, вы что-то рассказываете, может быть, вы обучаете, да? То есть, опять же, зависит от вашего пациента. И соответствие, это то, что мы говорили, странно будет видеть контент-байзак, условно на странице другого человека. То есть, все должно быть конкурентно. И здесь еще что-то по себе. Ну, элементарное, чтобы у вас было вот так, нормальные фотографии и прочее. По соцсетям можем еще, я там еще где-то добавила советы, то, что, например, сториз, да, сейчас качают. Многие смотрят сториз, уже не смотрят ленту. Или то, что видео. Качают, потому что видео позволяет вас видеть полностью ваш голос, вашу интонацию. то есть, вы в 3D там. И даже по алгоритмам видео больше, ну, как бы, соцсети, сам Инстаграм, он, как бы, выше сайт-видео, равноджерненс, нежели чем фотографии. Ну, и мне кажется, этим объясняется даже популярность. Да, кто у нас, сайт-видео, сайт-видео, сайт-видео. Вот так вот. Дальше. Окей. Мы поняли нашу стратегию по соцсетям. И следующий шаг – это стать контент-план. Ой. Здесь уже принцип 80 на 20. И мы с вами будем сейчас упражнение делать. Надеюсь, теперь мы будем делать вам контент-план. Как создавать контент-план? У меня тут нет примера контент-плана. Но, в принципе, вы можете это выставить. Например, в СМИ есть контент-план, скажем, у нас, да, в Village, какой контент-план. В контент-план идет главный редактор, и все с ним его увидят. Вот тут, например, дни, да, ну, не важно, понедельник, там, вторник, ла-ла-ла. И потом будут пустыни, например. И у нас в редакции выходят где-то 15 фичеров в неделю, то есть полноценных материалов, и каждый день 10 новостей. У нас по контент-плану разбили, например, тут, там, не знаю, интервью, с кем? Ну, не знаю, с кем? Паша Касс. Ну, к примеру. Тут, например, подборка, куда, где поплавать в бассейне, да? Тут, например, изнасилование, да? И тут, например, ну, у нас вообще такие разные типы. Тут подборка мебов, да? Ну, просто. В общем, вы разбили, да, на категории. Это вот наш пример. Но мы не делим на категории, потому что у нас уже есть категории. У нас есть в области стиль, там, город, и так далее. И мы, естественно, не будем на одной неделе выдавать все материалы из рубрики «Город», или все там политические, да, и так далее. То есть, так же и вы со своими аккаунтами вначале придумываете категории. То есть, скажем, продающий пост. Если вы, например, что-то продаете, да, там, не знаю, даже как фотография, да, развлекательные, там, обучающие и так далее. И потом разбиваете, придумываете идеи постов и разбиваете их там на неделю, на месяц и дальше. Многие люди говорят, что у них нет как-то плана. Я думаю, это правда. Но все равно индуктивно они чувствуют, что… Ну, то, что там разные категории. Тот же, как то, что мы разбирали, только что не прав, да. Он не будет там в неделю пять постов делать его на стиле. Ну, в любом случае, он этого делать не будет, да. И есть еще такой принцип интересный. Можно сделать по категории, а можно сделать по кардиограмме. Это я у кого-то посмотрела. Мне очень понравилось это. Мне неизвестно даже, кто это придумал. пытался найти автора. Но, мне кажется, все люди, думаю, интуитивно к этому приходят. В общем, принцип кардиограммы ваших поста там где угодно, да. Это такая прикольная штука, если честно. Но для меня стало таким открытием. Потому что… В общем, давайте разберем. Есть три базовые эмоции. Ну, в целом, да. Три варианта эмоций, которые могут вызывать что-то написанное и сделанное, да. Первое. Это позитив. То есть, что это? Это радость. Это счастье. Это вдохновение, да. Это какая-то мотивация, унивение, да. Например, скажем, котики, да. Или какой-нибудь маленький сладкий ребенок. Это вызывает у вас унивение. Это у вас позитивные эмоции. Или, например, вы прочитали пост. «Джек Ма работал без отдыха». Ну, у него уже много таких историй с собой, да. И вы такие, да, я тоже на работе. Или Илон Маск, что он там работал. Сколько часов, да? Маск. В принципе, как я там строю команды. Что-то такое спокойное, да. И негатив. Грусть, злость, печаль, любить довольны. Например, там, все плохо. Кого жалявы устроили, там, коротко. Ну, это вот митинги, да, там, не знаю, там, тут сбили бабушку. Ну, у нас в Казахстане, в общем, здесь даже не думать не надо. Очень много негатива. Интересно, что по этой кардиограмме, в принципе, СМИ движутся. Просто они этого не понимают. Почему? Не то, что не понимают. А потому, что это и есть жизнь. Вот это и есть жизнь. То есть, у нас, нам даже не надо какую-то диаграмму. Потому что в жизни вот так и происходит. Сегодня там задержали этого активиста, да. А потом, там, не знаю, какая-то приятная ночь. Потому что там вышел айфон, ну, ладно. Это нейтральная, скажем, новость. Вышел айфон, да, нейтральная. И позитивная. Прямо, что вот эти вот пилоты посадили, да, как бы, этот самолет, да, в покурсное поле. О чем я сегодня писал. Бум, там, всякие. Это, в принципе, позитивно, не для нас. Для россиян это классная костюмная новость для нас. Назарше. М? Я вижу Казах. Казах, да? Я взяла фотки, вроде они русские. Я думал, Никатя Любович пишет там, а они не пишут в национальный. Ну, в общем, ну вот, позитивно. Да, в общем, радость, ну, правда. Да. И почему называется кардиограмм? Потому что ввелся сердце. То есть, если будет ровная линия, к чему это приводит? Вот представьте позитив. Почему, например, там присутствие, например, от этих мамочек? Потому что, ну, боже, это начинает раздражать. У человека все отлично, у него там дети, да, все, счастье, радость. Ты уже начинаешь беситься, да? Не понимаешь, ты завидуешь, а просто, ну, это вызывает раздражение. Ну, вот и скучно. Ну, вот и скучно. Постоянно пишут, что ее троллят, но у нее тоже не отписываются. Как-то это? Если ты там не ося обзывает, там оставляет. Кого обзывает? Ну, байзарка, постоянно. Байзарка? Ну, у нее все равно разные эмоции. Например, тоже ребенок, это позитив, потом у нее там литеральный, и потом какой-нибудь негатив, да? Ну, как бы, все равно, у нее разные эмоции, я думаю. Потом, если вот все вот скучно, там, книги, что это вызывает скуку. Ну, то есть, я, например, подписана на одну такую девушку. Очень ее люблю в Москве. Я ее советовала даже Варе Веденеевой. Ну, у нее аккаунт, например, в последнее время он такой стал прям, ну, вот слишком правильно, вот все. И вот я уже перестала мне заходить, хотя он мне все равно нравится, я не отпишусь, но она вызывает мне скуку, и я уже все, да? Ну, вот тут люди кивают, а кто ее знает, и кто на нее тоже подписан. Согласитесь, да? Что слишком пресно стало, да? Все так, ну, боже, уже иди, что-нибудь сделай. Ну, собственно, все будет в своей жизни, да? И негатив, например, у нас много, мне кажется, тоже таких грамотов. Когда, ну, например, недавно я подписалась вот с этими событиями, я подписалась на Армана Шураева. Я его, точнее, не знаю, но, естественно, знаю, кто это. И он прям просит вот один негатив. Хотя я и так это все знаю, да? Я журналист, и так. Ну, это меня очень важно напрягать. Хотя казалось бы, в общем, я не подписалась, никому не говорить. В общем, ну, то есть это вызывает тяжесть, когда один негатив, там все плохо, все плохо, у тебя это вызывает тяжесть. И вот так же контракт-планк, когда вы будете составлять, нужно смотреть по кардиограмме. То есть, например, и думать, например, так, сейчас я напишу там, например, вот Арай, да, вот такой фотограф, да? Берем ваш пример. Например, пять великих фотографов. Написала она в полдель. Во вторник она написала, почему люди отменяют съемку за пять минут, как я не люблю это, там. И объясняет, почему это плохо, какие у меня убытки, да? Чтобы людей что-то вызвать. Потом позитив, например, как там, не знаю, что-то может быть позитивное, вызвать такую большую эмоцию. Например, что меня отдохновляет, или там, книга, которые у меня Какой вопрос? В элиграрме. Цель? Ааааа. Ааааа. Деваны были? Да. У меня сегодня один человек, ну, салпась, мазельца. И постоянно кто-то пишет, я не стою. Да, это вот, вот, это негатив, да, потом позитив, все по кардиограмме двигаешься. В общем, но здесь такая западня, я тоже не думала. Когда, например, это там начинала, я думала, здесь в чем проблема. В том, что нужно использовать кардиограмму, но иногда я думаю, ну, вот у меня уже сошел вопрос про книги. Я теперь должен писать про книги. Люди от меня ждут такого контента. Я не могу писать то, что у меня раздражает все. Или я не могу писать, что вот мои дети, потому что люди от меня ждут такого контента. Но рано или поздно это заканчивается скукой. Поэтому можно поэкспериментировать, и, скорее всего, это принесет лучший результат именно по кардиограмме. Еще такой момент, то, что вы думаете, прямо в бештеке твой пример разбирает, то, что там такой серьезный журналист, он там монографии пишет, ну, такой серьезный твой, как закал, да? И он говорит, ну, какой позитив? У меня, блин, нет позитива. Я по серьезной теме. Проблема в Кыргызстане. И мы с ним разбирали его пример, то, что, да нет, почему вы, например, не писатель, вот вас что вдохновляет? Почему вы так боретесь, да, там, за вот это все? И это же позитивный пост. Но это не значит, что вы даже… Он говорит, ну, я не позитив, я же не КВНчик. Я не буду, я не буду превращаться в КВНчик. Ну, то есть, у него вот это… И это нормально. Но эмоции одни, но то, что вы будете делать, как вы будете писать, это может быть именно ваш стиль. Не обязательно будут такие, о, по стиву это вайм, мне нужно снять вайм, да? Нет, да? Конечно, нет, наоборот, это не зайдет, потому что это файш всегда выходит наружу, и люди, как понимаешь, публика дура, но ее не обманят. Ну, в смысле, люди чувствуют искренность. Дальше. Есть ли у вас вопросы вот по этому? И, кстати, вот вам задание тоже, потому что я не думаю, что много успехов в этом задании, сесть, например, взять какого-нибудь человека и посмотреть, есть ли у него этот принцип кардиограммы, который публикует довольно регулярно все-таки. Дальше. А, мы уже были. Ну, это вот… Ну, что такое бонзин, мотивация, вторая часть, нейтральная, негатив. Затем. Это такой совет, который мы уже разбираем, но я еще раз его нанесла. Определить ценности, соответствовать им. То есть, если вы изначально заявляете, что вы, например, вот как в моем примере, мы заявляем, что мы независимое издание, да? И все, теперь мы должны им соответствовать. А если завтра, например, мы выходим и говорим, или не пишем о чем-то, или, например, у нас выходит там реклама какой-нибудь, ну, госзаказ, да, например, это будет странно, и это вызывает отражение у нашей аудитории, и у тех, кто и так нас не любит, да, они еще больше, да, будет разница. Но если бы это вышла даже реклама какой-то заказ на интом сайте, который изначально я ничего не говорю, что мы независимы, то все, мы зависимы, и все нормально, да? Это ничего не вызывает никакого удивления. То есть изначально те ценности, которых вы использовали, обязательно нужно им соответствовать. Еще там были всякие примеры, но уже не буду вам приводить пример. Один про нашу блогершу. Дальше. Как еще по стратегии? Давать комментарии, то есть становиться экспертом в своей сфере. Например, мы, как журналисты, мы постоянно в поиске экспертов на разные темы. Девальвация, нам нужен экономист, никто не хочет комментировать эту тему, конечно. Тот же фотограф, да, там, как, там, пять секретов экспозиции, или пять мест, где фотографироваться в МАТЕ. И вы, если вы профессионал в своей сфере, в любом случае источник каких-то знаний, каких-то компетенций, которые вы можете доносить через что-то. Через медиа, можете даже у нас писать, да, публиковаться автором быть, через какие-то выступления. И потом, когда вы сможете сформировать свою экспертность, это как с международком. То есть люди будут обращаться к вам чаще и чаще, потому что, например, журналист обращался, увидел, что там, условно, экономист X там прокомментировал. Конечно, он, скорее всего, может пойти к нему и спросить у него также комментарии. Это, кстати, работает в иностранных СМИ. Вот в наших регионах, мы находимся в Казахстане, иностранные СМИ что-то ищут, и ты, например, если где-то прокомментировал, что для иностранных СМИ, вероятность того, чтобы к тебе потом обратиться, очень далека, потому что информация малая, и такие, о, это эксперт, ну, значит, мы можем доверять им. Давать комментарии с ними экспертом, тем самым повышать нашу узнаваемость, повышать наши, больше ссылок в поисковике и прочее, прочее. Ну и больше вообще информации о вас, да, в интернете. А, это мы не были уже. Офлайн. Как еще развивать? Выступать. Во-первых, чем это хорошо? То, что вы развиваете свои скилы, то есть самопрезентации, вы еще раз не понимаете, как говорить, как взаимодействовать с аудиторией, да, и прочее. Плюс, то, что я говорила, видео – это лучший способ людям вас узнать, понять, и не обязательно иметь даже какой-то супер-большой статус или там что-то такое, чтобы выступать. Вы можете начать, например, вот вы, да, на зим, можете начать выступать в своей школе, ну, то есть, например, придумать какой-нибудь TED, не знаю, 93-я школа, да, и вы там уже выступить с какой-то темой, например, как я создала свой блог, как школьница или как реабилитирую свой блог. Вы 20 тысяч рублей зарабатываете, да, в месяц на своем Instagram. То есть, начинать с малого и увеличивать, увеличивать, Что на смерти там? Это серьезно темно. Увеличивать, увеличивать свою аудиторию, да, увеличивать свои скилы и прочее. Встречим мероприятия. Сейчас будет такой дальше там свет. Использовать, например, когда вы приходите на какую-то встречу, даже сейчас, общайтесь с другими людьми. Тут же и пришли люди, которых интересна такая же тема. Значит, скорее всего, они могут быть интересными вам. Кто эти люди, там, добавьтесь на соцсетях, да, пообщайтесь с ними, расскажите о себе. У вас будут там 10 секунд, чтобы успеть себя презентовать на свой личный бренд, да. Используйте эти возможности, чтобы не только в онлайне веселить, а в оффлайне так же. Дальше. Вопросы. И еще потом мы закончили этот блог, и следующий год будет больше советов каких-то во всех сферах. Есть ли у вас вопросы, комментарии тут? Да, вот вы говорили, что дорого будет фунт абсурда, или вы будете разобрать? То есть с ними общаться тоже. То есть нужно знать такие возможности, чтобы ходить такие мероприятия, например. Конечно, на определенном этапе вам нужно как-то вкладываться, скажем, продвигать себя у других инфриенсеров, или там запускать таргет-рекламу, или, ну, элементарно даже, там, может быть, такие мероприятия будут платными, ну, это что-то такое. Но это не так, чтобы дорого, что совсем уж дорого. Особенно в нашем мире. Да. Просто многие люди, бывают, подписываются, у вас заходишь к ним, у них более-мало где они подписались, а количеством подписчиков больше. То есть он подписался, ушел. А, это мастфолдинг называется. Есть такой инструмент, он, в принципе, да, он сейчас умер, он был довольно, ну, даже, так сказать, рабочий. Но, в принципе, на этапе, когда у вас там тысяча и меньше подписчиков, это хороший инструмент. То есть мастфолдинг – это когда какая-то программа или сами ручками, вы что-то не делаете, потому что, подписывайтесь на всех людей. Вы можете там даже сделать так, что вы подписываетесь на тех, кто подписан на такое-то. Например, вы знаете, что там вся ваша аудитория, например, тоже Libby. Вот вы думаете, что аудитория Libby – это ваша аудитория. Поэтому вы подпишетесь на всех, кто подписан на Libby. И вероятность того, что эти люди придут к вам и также подпишутся, есть. Ну, сейчас молодой человек говорит, что этот инструмент умер. В принципе, я думаю, я согласна, потому что сейчас слишком много контента. Но попробовать стоит. И почему это классно? Потому что это совершенно бесплатный инструмент. Ну, есть там инструмент, вы поможете даже ручками. А если он даже стоит денег, ну, он там совсем, да? Сколько? Двести лет, наверное. Ну, то есть… Ну, надо аккуратно, потому что могут заблокировать, это влияет на ИАР, и вот надо это все изучать. Где еще опросы? А почему вот люди, вот, ну, журналисты, да, вот, используют личный бренд только для того, чтобы перейти на другую работу, допустим, вот телеканал «Алматы директор». И, ну, таких много людей, которые, допустим, что-то развивают, развивают, и потом занимают какую-то должность и бросаются. Второй момент, вопрос или нет, почему журналисты не развивают личный бренд? Вот только, я знаю, с Леганом Митарин что-то пишет. Да, да. А остальные, ну, вы пишете. Да, да, да. Ну, на пальцах можно это посчитать. Да, да, да. Ну, вот, у нас в целом с журналистикой проблема в Казахстане, поэтому мы с личным брендом. Это как, например, почему у вас нет моды? Ну, потому что у нас нет тех сильной промышленности. У нас даже пуговицы привозят из-за границы, об каком моде может быть речь, да? И ты считаешь же, у нас журналистика не четвертая власть. Она, у нас журналистика зависимая, там, то есть в целом, да, вот независимых СМИ нет, по сути. У нас нет расследований, у нас ничего нет, да. У нас нет законов, да, доступных информаций и прочее, прочее, прочее. Поэтому, конечно, там, ни всего бренда нет. Другой момент, то что это же все равно новые термины, какие-то новые понятия. А у нас, как бы, проблема с кадрами все равно журналистики. Не так много новых людей, где идут. Те, кто заканчивают журналистику, потому что, почему? Это низкооплачиваемая, опасная, с низкой репутацией профессия, и трудная, очень стрессовая, да. То есть, нужно скиллы, нужно писать, делать то, это, пятое, десятое. Поэтому, ну, я думаю, все будет развиваться. И, на самом деле, вот, отвечая на ваши вопросы, я думаю, почему это делать. Потому что, мне кажется, у нас сегодня нет таких прям ярких примеров крутого личного бренда журналистов в Казахстане. Потому что, даже я так что-то вам рассказываю, я не считаю, что я сейчас прям какой-то хороший пример. А, там, те люди, которые есть, ну, все равно им тоже можно было много чего сделать. Понимаете, да, ко мне? А вот, например, в России более-менее там есть, там, даже Собчак. Не поспоришь, да? У нее там, сильный личный бренд, она его использует по максимуму, там, монтирует, ресторан, да, дует, да, например. Там целая команда у него работает над личным брендом. Например, Дудя, кстати, можете почитать, есть статья полностью «Разборы уличного бренда». И есть эта книга… А, можете записать. Есть такая хорошая книга, называется «Герой Бунтай». И она там говорит про архетипы брендов. «Герой Бунтай». И, в общем, и там говорится, что вообще в мире, я не помню, сколько, 10 или 12, что там, сколько-то там есть архетипов брендов. Например, «Герой», «Бунтай», «Путешественник», «Мудрец», всякие-всякие бренды, архетипы и разные бренды принадлежат какому-то архетипу. У меня это было таким открытием. Оказывается, это «Старбакс», это архетип путешественника. У «Дива», «Водоршоколад», это архетип любовницы. Потом, кто еще? «Адидас», это архетип «Лухари», «Премиум», не помню, как называется. Ну, что-то с «Премиум» связано. «Найки» — это архетип «Путаря», «Эппл» — архетип «Путаря». В общем, о чем это я вот тут долго говорю? В том, что, оказывается, все успешные бренды, они следуют какому-то архетипу. У каждого архетипа есть набор ценностей, набор взглядов, кто они, что они, о чем они, что они пропагандируют, несут. И там было такое исследование, когда бренд менял свой архетип, переходил в другую сторону, зачастую это было неуспешно. То есть, они проваливались. Потому что они меняли как бы свой уголок, ну, стержень, да? И тем самым, у них было непонимание. И, например, «Старбакс» — архетип «Путешественник». вы можете найти на сайт, там какой-то интернет себе найдете, сделать тест себе, и вы узнаете, какие у вас архетипы. Там будет как? Там не будет все ваш архетип такое. Там будет, например, 12 баллов у такого, 10 баллов у такого. То есть, какие у вас больше всего архетипы превалируют. Но вы можете поменять. Если вам не нравится, вы можете вызывать, зато вы будете знать, кто. Например, у меня архетип, ну, самое интересное, ну, лепшу. У меня архетип «Мудринц» и «Волшебник». Это мой архетип. Там есть еще архетип «Создатель», ну, много у него как-то, «Правитель». Всякое такое. И, действительно, это подходит мне. Я потом почитала и даже вдохновилась. Там все-таки люди, например. Окна Винфриан, по-моему, волшебник. Что-то такое. В общем, и почему я все равно начала говорить про Дудя? У него, например, два архетипа сильных. Это архетип «Славный парень». Дудь. У него архетип «Славный парень». «Славный парень». И второй у него архетип – это «Бунтай». И неизвестно, делал он это специально, или команда придумала, или он это все намеренно делает. Но это настолько очевидно. Вот, например, вот та же «Создатель». Берем Дудя вот по вот этим… Как мы говорили? Забыла это слово? Кирпичики, да? Кирпичики. Говорите, что у вас везем его кирпичики. Его ценности и всякое такое. Сейчас смотрю Дудя. Да, мы прочитаем. Ну, давайте вам помогать. Татухи. Деньги. 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 Попрос про деньги. Окей. Попрос про деньги. Превольненность. А, потом… Превольненность. Превольненность. Ну да, в принципе, умольненность. Я бы еще добавила жаргон. Он использует такой дворовой жаргон. А что ты там? Ну, заметили, да? Всегда. Маты. Дистанцию. Маты тоже. Да, дворовой жаргон. Маты. Потом его ирокез, рубашка, джинсы. То есть такие рваные, да? Весь его внешний вид. Ирокез, джинсы, футболка. Вот этот стиль. Вот такая волосатая клетчатая рубашка. Клетчатая рубашка. Потом еще его часто, мне кажется, который повторяется, он семья. Он часто говорит жена, ребенок, я там семьянин, не изменяй. Еще он его никогда не курил, например. Политика. Да, политика. Еще его такой сильный блок самопрезентации – это Россия. Патриот. Я обожаю Россию. Хэштег «Заебись». Ну как, у нас все классно, да, в России. И несмотря на то, что у нас все плохо, я буду тут, короче, и всякое такое. Ну и типа вот, все, Россия, Россия, да? Потом еще у него есть, ну вот это его музыка, как она называется? Я просто не слушаю музыку, но он часто про него говорит панк, да? Он любит все эти концерты. Ну вот видите, как много. Можно еще продолжать, продолжать, продолжать. Хотя он интервьюер, он не интервьюер и мы. Но мы очень много о нем знаем, и мы знаем, кто он, что он. У нас есть четкий образ. И у него сильный мишень. Мне кажется, этот стиль интервью, да, он уже сдох уже. У Дудя уже больше месяца нету там. Возможно, да. Замчатся уже об этом, может там дофига там, и новых лиц нет, они тоже ранокируют в России. Возможно, в том, что он успешный, это да. Может, фильм взял этот конец? В дело в том, что он введул с 160 миллионов, ну то есть, и хотя он был просто журналистом, по сути. Он сделал эволюцию в Ютубе вот то, что он сделал профессиональную какую-то журналистику со всеми канонами, как произвести интервью и так далее, и взял эту в Ютубе специально начал с хайповых героев, просто чтобы сделать себе трапик. Ну, в общем, очень умные. Теперь про архетипы. Вот у него два архетипа. Славный парень, это вот сюда относится семья, не курю, люблю Россию, дворовой, бунтай, потому что политика, дерзость, жаргон, вот это все. Но здесь нет ничего из архетипа других. То есть он не архетип, например, создатель или что-то такое. И подсознательно, то есть не все как-то так делят. Может быть, ну, я думаю, что это делал, потому что там технологии, там уже целая команда работает, да, оставить речь, видео, свет, вот это все. Мне кажется, это все было продумано. Но почему это работает? Потому что он реально такой. То есть, скорее всего, вот 90-90% верят, что он действительно такой человек. Но я не думаю, что он приходит, пьет свою жену, там, курица. Ну, блин, не знаю, что такое. Или ненавидит Россию, готовит пасту, отдал ем в Америке, не знаю. В общем, вы понимаете, да, о чем это? Прикольный тест советую пройти, потому что даже если вы ничего не будете делать по личному, всегда же интересно узнать себя, исследовать себя, что, как это вообще. Дальше. Почему это у нас не работает? Ну, можно тоже команду набрать. Вот здесь же там россиян, иностранцы провести себя. Почему у нас это не работает? Никто же особо не пытался. Ну, нет, ну, Сален что-то пытался, и так, вот, затронулись, так, вот. Ну, мое личное мнение, почему у Сален ничего получается, потому что у них нет миссии, у них нет души. И сколько бы денег они ни вкладывали, это никогда не сработает. Потому что ты можешь корабль закачать какими угодно, блин, софитами, бриллятами, но если он непонятно никуда едет, и люди не замотивированы, это не сработает. Ну, хотя, я думаю, у них сработает, я не знаю, как у них. А как вы анонимизировали что-то? Может быть, потому что у нас непопулярный вопрос про деньги? Не, вот только вот вы читаете вот эти вот, да, Телеграм-каналы анонимные там, строгие агашки там, да? У нас такая анонимизация всегда там, у них там столько подписчиков, не знаю, там, больше, чем у Байзакова, да? Почему у нас такая, знаете, личного бренда нет, но тоже анонимизация такая вот. Ну, понятно, почему они стали популярны, потому что они пишут о том, о чем они пишут другие. Он же и говорит строгие агашки, его лозунг, мы узнаем все о вас, агашки, да? Ну, то есть, и на самом деле, почему они стали популярны? Потому что там много инсайтов, и, не знаю, выдвигались ли я, то, что это все про Кремлевский и про Апэшные каналы. Они не случайно все это появляются там. И это никто там не пользуется под слово особое, и там не сидя журналисты. Там, мне кажется, журналист вообще пропал, если вы заметили. Может, их скрыли, это неизвестно. Неизвестно, на самом деле, много теории, но нужно развивать психическое мышление и читать, почему, мне кажется, они не прописаны, почему они не прописаны. Нужно читать то или это, и потом уже прогревать свое мнение. Например, это теория. Опять же, никто же мне писал, что да, они там, да, больше. Но я думаю так. Потому что у них были уже какие-то сливы, вопросы и прочее. Есть еще вопросы, Серик? Или у других людей? Нет, ну, как вот, почему вот, я вот, неокрепный первый вопрос, почему люди развивают личный проект, переходят на какую-то госдолженность, и потом действительно его развивают? Или какой-нибудь что-нибудь другое такое? Кто конкретно? Ну, я открыл телеканал Алматы. У нас, кажется, в администрации президента, значит, он тоже был… Колейев? Ну, Колейев, там, Колейев, что-либо, в Телеграм. Ну, мы тоже жили. То есть, как, знаете, используем личный бренд просто для трамплина. Ну, я не знаю, почему люди люди это делают. Мне кажется, развитие личного бренда самостоятельного возможно только в условиях абсолютно свободе. А если он попадает в какую-то систему, и, предположим, возможно, испытывает какое-то давление или могут выписывать рамки? И это происходит с чиновниками. Вот тут… Вот тут… Этильтика, наверное… Ну, знаете, вот есть вот допустим… Ну, тут личный бренд… Канал «Бенуза», да? Они вот, оппозиционный канал… Они не оппозиционный? Да, вот… Их там всех выгнали на дожде, где-то работали. И вот они… Вот среди, они очень хорошо там освещают эту ситуацию в России. Они у нас заблокированы в Танастане, к сожалению. Ну, они очень так вот… Хорошо пишут про такими… Димасик сказал, что у вас у них там подвала нет. Вот они все постоянно… Я работала в Риге, в Медузе. Прямо себе сидела. И… А что вы хотели про них сказать? Ну, они очень хорошо… Конечно, потому что профессиональные беналисты. Да. Они уже много-много лет… И этих людей я читала еще 10 литеразов. Я читала про них, мы плакали. И потом просто сидела в шоке, что я рядом с ним сижу, да? Там другая была история, то, что это была команда Ленты.ру. Там было много персоналов. Потом случились митинги на Болотной. Пришла даже была редакция. Они все приняли решение. Еще они набрали людей. И там кто-то ушел, кто-то пришел. И уехали вот в Ригу. И уже вот четыре года, я бы скоро. Будет осенью. У нас же нам не мешает уехать. Уехать. У нас нет людей. Ну, то есть, Россия намного больше. И страна, и по базе, и по всем… И по школе, и по ресурсу, и то, что было по истории. Ну, никто не будет спорить. Я читала такие слухи, да? Они официально были, что у нас был один телеканал, куда набрали девушек, которые там со мной слухалками. Кстати, они там, как ведущие, продвигались. Да, ну, возможно, возможно. Я вообще не смотрю ТВ, если честно, и вообще… Нет, можно узнать, что это было за этого, чтобы там, не знаю, вообще какие-то личные блага. Блин, ну чтобы стать таким журналитиком, слишком сложно быть. Потому что надо начать еще поучиться, чуть-чуть писать. У нас вот есть вот какая-то школа, там журналистик, я знаю, в Пеховарине, вот когда девушка ведет там… Вот мы с ногами часто вижу, вы ведете там… Другие школы журналисты… У вас в школе много журналистов, да? Школа там… А журналистов своих нет, вы что там обучаете, обучаете, да? Ну, это все из-за того, что серико… Это журналистико нечет автор власти. То есть журналисты у нас законодательные и не защищены. То есть у нас сейчас, например, на этом этапе невозможно расследование. Потому что у нас есть законы кривития тоже. Даже расследование не говорю, какое-то политическое, да? Там по новой пеперсе или что-то такое. А даже вот на каком-то таком уровне, например, кто что там, кому что принадлежит. То есть это же все система. Это не потому, что есть такие плохие, да? Но это не значит, что нужно сейчас ложить ручки и ничего не делать. Это будет меняться, надеюсь, в лучшую сторону. Посмотрим. Но что теперь? Как еще вам ответить? В России тоже не все хорошо. Но из-за того, что там все больше, там и долгнов, в целом, в целом, лучше. Да, больше СМИ, больше всего. Но я вам скажу, только не знаю, не все получилось. Ладно. Да. Все хорошо. Вы смогли и канал за нами уже выехали. Да, конечно. Ваше мнение? Ну, вообще, это мой друг. Даже живым была в канале. Часто. Ну ладно. Часто. Раз в четыре я там была в этом канале. Вот. Но они настолько объективные, как у вас? Конечно, объективные. У нас нормально отвечают на вопросы. За нами уже выехали. Это независимый канал. И его делает Дима Дмитрий Дубовицкий. У него есть еще там несколько ребят в команде. И они будут, кстати, в нашей школе тоже выступать. Мы запустили белочную свою школу. Которая... Ау! Минская реклама. В следующий год в воскресенье будет в медиашколу. Записывайтесь. Заходите на сайт. Я вам сейчас скажу. Простите. На одной школе рекламирую другую. Это сильно. Минская реклама. 42 медиа. Кизер. Я надеюсь, все знаете, почему 42. Есть такая книга. Стоп. Он по галактике. И там есть ответ на все вопросы. Это 42. В общем, 42 медиа. Кизер. Он зависит. Никому не принадлежит. Но, как он себя называет, я не профессионал. Я не профессионал. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Я не знаю. Он сейчас про регионы. Они начали делать выпуски. Про полтокурганты и прочее. Поэтому ему даже не нужна эта кардиограмма. Потому что это то и так, что люди обсуждают. Сусал носок. Ну, по кардиограмме, наверное, больше негатива. Да. Пошли в стране он столько лет. Есть такое понятие синдром самозванца. Как его преодолеть? По вашему? Ну, вообще, мы в редакции всегда смеемся, что нет синдрома самозванца и синдром самозванки. Потому что мужчина никогда не сомневается в себе. Ну, ладно. Не буду обрабатывать. Дискриминация. Мне очень нравятся эти заставки. В конце сюжета. Когда уже выехали? Поставляют, да. Здорово, да? Здорово. Здорово. Классно, классно. Ну, вот она. А почему у нас нет телеканала? У нас нет телеканала. Вообще, это, за нами выехали, а не негатив там у них. Ну, давайте вы забудите и сделайте то, что вам это будет. Нет, я не знаю. Так, вы какой зовут молодой человек? Семеновки был? Максат. Максат спрашивал, как бороться синдрома самозванца. Это не совсем подходит к нашей теме, но, в принципе, это связано с личным брендом. Почему? Потому что личным брендом, изначально, ты должен быть готов себя продавать, подносить. А у нас есть, мне кажется, постсоветская или советская ментальность, что нельзя там выпячиваться. Это не скромно, да? Вот. Как преодолевать? Мне кажется, надо просто делать и говорить. То есть, фейкить или мейкить, потому что за себя никто не сделает. Следующий блок – это «Больше советов». Сейчас мы закончим уже эту презентацию и перейдем к какой-то практике. Советы еще. Какие-то советы, которые я не знала, в какую отнести категорию именно по стратегии, поэтому я выделила их отдельно. Совет первый – начать с малого. То есть, мы думаем часто, ой, это слишком большая штука, слишком громадная, я не знаю, как начать. И нужно просто начать сделать один шаг, дальше больше и больше. Есть еще такая формула, называется, наверное, читай мне книгу Малкой Магладуэлла, и он вывел, он один из первых полу вывел. Это правило десяти тысяч часов. То, что когда ты делаешь какое-то дело в чем десяти тысяч часов, к тебе неизбежно приходит ремесло, и ты начинаешь делать классно. И он там анализировал всяких заветных людей, Битлз, там прочее, прочее, всякое такое. Десять тысяч часов – это примерно чуть больше трех лет работы, вот восемь часов в день, там пять дней в неделю. И, в принципе, через три года вы действительно достигаете мастерства. Но здесь фишка в том, что просто бить в одну точку каждый день, больше практиковаться, и в любом случае успех к вам придет. Тем более у нас в Казахстане наше преимущество, что у нас на самом деле не хватает профессионалов во всех сферах хороших. Хотя вроде люди не могут найти работу, но это право. Дальше. Второй совет. Я выделила то, что все-таки делать то, что вам нравится, и быть искренним. Потому что если вы это не любите и через силу снимаете тивайны или пытаетесь быть бьюти-блогером, это не зайдет. Возможно, это зайдет в начале, но потом это не будет иметь продолжительный успех, и вам самому это не нравится, и вы будете несчастными. Дальше. Еще один совет. Не называйте себя номер один. Номер один. Потому что это вызывает… Ну вот, например, вы, наверное, видели таких продажников, каких-то маркетологов, там захочешь к ним, неизвестный человек, на первый раз видите, написал «Номер один в Казахстане маркетолог». Кто ты, мальчик? Вообще, кто ты? Да. Это неизмеряемо. То есть, номер один. Если вы так все называете, это вызывает, ну, какое-то, наоборот, отторжение, да? В любой сфере лучше не называть себе номер один. Лучше, например, говорить, если вы хотите как-то подчеркнуть свои регалии, конкретные достижения, например, там, сделал кто-то, получил премию, защитил кто-то, кандидат в доктор наук. Что-то такое более конкретное, необсказанное. Дальше. Не бояться делать паузу, если мне нечего сказать. Это то, что мы обсуждали в контент-плане. Я говорила, что я вот нечасто привыкла посты, потому что я не вижу смысла делать контент ради контента и просто ради галочки. Потому что это не соответствует, например, моим ценностям, искренности, что-то полезное. И поэтому, если вам действительно нечего сказать, конечно, можно попрошить, что есть вероятность, чтобы не видеть тему. Но можно, иногда, сделать паузу и не загонять себя как белым в колесе. Я обязана генерить контент. Нет. Дальше. Это то, что я уже упоминала. За пределами интернета быть готовым к тому, что на такой встрече, как сегодня, кофе-брег, может быть, вы уже общались друг с другом. У вас есть примерно 10 секунд, чтобы донести человеку, кто вы, зачем вы, о чем вы. И, возможно, как вы будете полезны друг другу человеку, кто вы вообще такой. И быть которым к этому. То есть, например, я жена лезть, у меня там тот и тот, и я делаю тот, и тут пишу о том. А, все, человек понятно. А вы думаете, а я вот мама, двух детей. Ну, в общем, зачем мне там, то есть, лишнее люблю плавать. Ну, я думаю, давайте дальше. Еще советы. Насчет вот этого мы же разбирали личный бренд журналистов, но и вам также. Он невозможен без фундамента, если вы не умеете писать и не знаете какие-то, ну, какие-то стори-телли, кстати, в стори-мобеде, которые будут моды по стори-телли, и безграмотно пишите, да. Ваши там темы и вообще ваш контент у меня актуален. То есть, то, как бы вы там не биарили себя, то, скорее всего, это не зайдет. То есть, какие-то фундаментальные навыки вашей серии. То есть, например, если вы плохо фотографируете ее, а вы пытаетесь ее по-сценировать, как на интернете я посмотрела, а вы пытаетесь ее по-сценировать, как сначала на нее крутой фотограф, то вряд ли это сделает не проблема в продвижении, а проблема в том, что изначально у вас как бы проблема с фундаментом, да. Потом еще такой совет. Ситуативка. Это, опять же, больше дружины для вас тоже. И чтобы, например, вы пишете, скажем, не знаю, у вас там блог о городской среде, о бурбанистике, ну, например, да. И у вас там вы сделали по кардиограмме, по негатив, если там плохое здание, там, не знаю, все бывает, кто-то сносит, да. Позитив, там, невероятно все такое. Но у вас, любая, аудитория небольшая, потому что у вас узконаправленные. И есть аудитория людей, которые могут на вас подписаться, если вы, возможно, что-то напишете на те темы, которые волнуют всех. То есть, ситуативные. Например, скажем, что там, ваше мнение там по поводу, что-то связанное с вашей темой, не совсем, прям, совсем другое, да. Но то, что волнует многих. Ладно, сейчас плохой был пример с бурбанистикой. К примеру, просто вы написали про рыс, там, или еще что-то, да. Ну, такие темы, которые волнуют многих. Вы написали это так и сделали так, что люди, я тоже это говорила, они сочетают и думают, вот, прям, с языка, да, снял, не в брови, а в глаз. Это не значит, что вы должны все время это делать, но тем самым вы можете показать, что вы разбираетесь в теме, что ваши ценности близки с другими людьми, и они могут вас увидеть и посмотреть, а в чем он там еще пишет, ну, классно написал, да, что он там еще пишет, дай-ка посмотрю, да. Но здесь есть эта палка в одну конца, и я считаю, что не стоит этим его употреблять. Если вы начинаете комментировать все события, и о рыс, и потом я еще и про бэнситайвы напишу, и про дойку, ну, то есть все. И это проблема, мне кажется, наших блоггеров, ну, некоторые, да, то, что они начинают комментировать все, и они мастер всего, но ты невозможно, невозможно разбираться во всем. То есть у тебя должна быть огромный какой-то штат, который тебя консультирует, и там, в вопросах там, и фэшн, да, и вопросов политики, и вопросов социального, ну, это невозможно. И тогда, если ты будешь комментировать все, то, скорее всего, твое мнение будет поверхностное, это будет самые повторы, ты можешь сам все повторять, она будет такой, ну, в общем, это очень конъюнктурно, конъюнктурно, да. И понятно, и людям станет очевидно, что вы это делаете в разе хайпа, да, скорее всего. Поэтому, мне кажется, не стоит тут слишком заигрываться, да. А вот на счет распыляться на разные актуальные делки, а что ты скажешь про Рашева? Про Рашева? Ну, я его не читаю прям уж так, я его не читаю, а так, ну, кому-то он нравится, не знаю почему, но интересный ему, но у него, мне кажется, есть повторы очень часто, то есть, в принципе. Ну, вот, да, и ситуативка тоже, и другие наши блогеры тоже. Ну, кому-то нравится, может быть, они действительно, знаете, почему, мне кажется, ситуативка еще заходит, потому что, когда происходит какое-то событие, людям же лень читать одно с ней, другое, понять свое мнение, создать критическое мышление, а вот что он сказал, все, я ему доверяю, он сказал так, значит, так было дело, да? Потому что, там, не знаю, например, я пошла на маникюр, и вот моя маникюрша говорит, там, какая-то была тема не за выбор, что-то такое, она говорит, а ну вот, он написал так, там, не любая, значит, наверное, было так. То есть, у нее нет ресурсов, и я понимаю ее, да, у нее нет, может, даже возможности физической времени сидеть и читать, там, все СМИ, потом того почитать, а что он написал, что это экономист, и что, на самом деле, я думаю, да? А тут, как бы, и человек, которому она доверяет, написал, и она формирует мне свое мнение отчасти из-за этого. И поэтому... И это лидера мнений. Да, лидера мнений. И это тоже ответственность. В человеке-пауке, это с большей силой приходит большая ответственность. Поэтому, мне кажется, не стоит заявиться в ситуативку, вы можете написать свое мнение поверхностное, там, не знаю, про аборт или про... Ну, вы не разобрались с теми, и вы можете сделать ошибку. И, а люди вам прислушались и потом пошли что-то туда свергать в режим, ну, конечно, вряд ли такой видишься, ну, примерно. Дальше. Что еще? Больше советов, это использовать новые форматы. Ну, будь здоров. И здесь, вот, здесь надо отдельно думать. Новые форматы, например, подкасты. В принципе, мне кажется, в Казахстане сейчас уже довольно разные подкасты. Одно время их не было совсем. Один из первых подкастаней люби, и все, и пошло. РСИДЖИ, там, Марина Шерипова запустила свой подкаст. У Ларисы Пак есть подкасты. Еще, ну, то есть, я уже считаю, что такое, в принципе, неплохое количество. Но, на самом деле, можно и больше. Если у вас какая-то определенная тема классная, почему бы и нет? Чем подкаст хорош? То, что там, в принципе, не нужно, вам не нужно рисовать, писать, вам не нужно редактировать. То есть, ты такой наговорил, все, что нужно, это микрофон, телефон, монтаж, какие-то навыки, да, к примеру. И еще подкасты хороши тем, что их слушают, когда люди едут в машине, ходят, да, всякое такое. Форматов масса. Я тут привела несколько, например, еще не в слэдах, почтовая рассылка. Подкасты, кстати, в Америке, они уже много лет давно, там, у каждого, не знаю, какого-нибудь специалиста есть подкасты. Ну, есть даже такая, да, карикатура, вот эта смешная, но мы трое с 30-летним мужиком суперлись и делали подкасты. Ну, в Америке, там, у каждого второго есть подкасты, такая шутка есть. Ну, вот. По поводу нюслеттеров, у них сейчас был нюслеттер, даже не сейчас, уже несколько лет назад, потому что из-за того, что у них еще больше, да, вы можете представить информации отовсюду, да, нюслеттер стал таким в СМИ, который прямо стучится к тебе в дом. Потому что они более трепетнее, мне кажется, трепетнее относятся к почте, чем мы. Для них их почтовые ящики – это в каких-то домах. И информация приходит прямо к тебе домой. То есть та ценная, отобранная, отультрованная информация. У нас же люди, мне кажется, ну, как бы почта так. Ну, некоторые тоже проверяют почту, у людей нет почты, да, то есть такого нету, почта там моя, да. И есть даже в СМИ, например, ским, есть такой ским медиа, они чисто нюслеттеры. Это две девушки создали, и они пишут о том, что политика просто о политике. Ну, не просто, довольно сложно, но в плане они объясняют человеческим языком. Например, на этой неделе там было три важных события в том, что это, о чем он, зачем он хочет построить систему. И они объясняют это. И это больше, у них была концепция, у их истории именно миллениалов, которые им трудно разобраться в всей этой сложной политической сфере. И мы вот там в нюслеттер, вам с человеческим языком объясняем, что происходит. К примеру, может быть, вот у нас вообще нет особо проектов, да вообще, я даже не могу назвать, почтовые ссылки. Может, это будет ваше голубой океан, да и ваша вот фишка в России, но, ну, есть пример. Например, Иван Сурвилов, там есть парень, ему по-моему, 15-20 лет всего лишь, но у него своя рассылка, блог, и она такая популярная. Люди монетизируют подписки, не слетеры. И из СМИ, у подписка есть УЗБЛ, ну, в смысле, они ее монтируют, там у них даже есть. Тут могло быть место для ваших камер. Но в целом у всех таких больших СМИ, конечно же, есть подписка. У нас тоже есть подписка, но она не особо развита, в том смысле, что мы там не даем какой-то еще уникальный контент, но именно потому что есть на сайте. У нас, ну, просто там, ну, у нас смысл эти материалы, потому что нет, почитайте. Вот. Там у всех больших, там, российских, не российских СМИ есть такие рассылки, кто-то еще и подойдет. И вот, кстати, вот этот Иван, который упомянул, он продает, и вот эти все у кого-то. То есть рассылка такой же медиа. Дальше. Ютуб. У нас, я тоже это говорила, Ютуб – это самая быстро растущая соцсеть сейчас в Казахстане. В день на Ютуб из Казахстана заходит 2 миллиона человек. Контента хотя не так много, ну, то есть именно Казахстанского. И особенно немного казахоязычного контента. И это прям большое поле для развития. Чем хорош Ютуб, что помимо того, что там еще не так много контента именно из Казахстана, тем, что там очень крутые алгоритмы. И когда ты, например, заканчиваешь смотреть одно видео, тебе прям система дает, а вам будет еще интересно это. И она реально дает стиль, которые вам будут интересны. Потом ты посмотришь 5 видео – все, она уже сформировала для тебя подборку. Я думаю, что вам будет интересно вот это, да. То есть тем самым ты глубже и глубже и глубже туда, ну, проваливаешься. И еще то, что там, если у тебя хорошие видео в первые часы, можно попасть в тренды. И видео может набрать и сто, и двести, и миллион просмотров. Тысяч, двести тысяч. Например, «Знамя уже выход». Да, почему они распутались? Потому что, ну, действительно, они попадают в тренды постоянно. И, как бы, такого контента не так много. За счет этого также. Например, вот, кстати, то, что я говорила про «Знамя уже выход». Там Дима брал науколомку два раза. Первый раз он сам ее озвучил. Думаю, что выявится мой текст, мужским голосом. А второй раз он меня попросил, я сама ее озвучила. А потом еще и летая с ним в стаду перед выборами, и правильно интервью пацана. Вот такой, смотрите его, я там просто ужасно ближе. Вот. Но фишка в том, что это видео, его пытались, короче, заблочить всякие ноутботы, но оно все равно вышло в топ. И у него сейчас, по-моему, 200 тысяч просмотров. Но хотя могло быть больше. Из-за того, что первое время они начали жаловаться, его там заблокировали. В плане, его не блокировали, а отключили в топ. И отсюда реклама не показывалась. И тоже. И на YouTube еще можно зарабатывать, да, рекламу. Либо там много всяких размещений. Сам YouTube может вам платить. И плюс вы можете напрямую продавать рекламу. YouTube – конверсионная площадка. То есть у Димы очень хорошо продается реклама. Потому что, ну, у него будет 200 тысяч просмотров. Он рекламирует, там, не знаю, какой-нибудь ресторан. И, конечно, у них конверсия хорошая. Там есть 200 тысяч, ну, ждут там 200. А у двух ресторанов это уже, да, очень много. Дальше. И я советую, да, развиваться в YouTube. Хотя у меня самого нет YouTube. Но мы скоро запускаем, кстати, проект. У Димы, мы будем делать проект классный. Надеюсь, что будет классный. Формат? Да, скоро, знаете. По YouTube, например, вот тот же Шутер Молосы. Это ровесник, мне кажется. Ну, сколько ему, 23 года, да, этому парню. И, по сути, у него нет каких-то супер, там, он не политолог, да, не экономист. Он просто говорит свое мнение и очень популярным стал. И зарабатывает, да, наверное, еще на этом. Не знаю, на счет этого монетизации. Прям сих. Дальше. Какие еще советы? Больше навыков. Ну, то есть, чем больше у вас навыков, тем вы мультимедийный, там, конвергентный, есть такое понятие, конвергентный журналистик. Когда ты там фото и видео, там, вот это все, да, умеешь. И подкасты. Чем выше ваша ценность на рынке. Конечно, не надо заниматься всем. Вряд ли, если вы будете учить испанский, там, кататься на коньках, это вам пригодится напрямую в работе. Но, скорее всего, есть какие-то навыки в вашей неделе, которые вам могут пригодиться. К примеру, вот Назин, она школьница, да, или блогер. Вот она хочет, например, не знаю о том. Если она сейчас научится круто фотографировать, ей это поможет, например, делать красивые посты, да, фотографировать свои книги, да, или фотографировать там стрит-стайл или что-то еще, да. Или, например, она пойдет в школу, да, и научится писать. Еще одна. И научится писать. Там много людей здесь смотрят на фейсбуке. Научится писать, да, это еще один навык. Потом, например, у нее навык, элементарный, будучи казахский язык, да. Это же тоже сейчас. Сейчас казахский контент будет очень сильно расти. Вот, кстати, ребята, мы с вами разговаривали, да, на кофе-брейке. Я тоже говорила такую цифру. Сейчас количество людей, которые дают ЕНТ на казахском, повысилось с 30% до 62%. И эта тема будет очень сильно расти. Вот казахский контент – это глубокий анк во всем. Даже фэшн, еда, все-все-все. Видео. И это неизбежно. Нам всем нужно сейчас как-то учить казахский язык, если мы хотим быть конкурентоспособными, да, примерно. Ну, то есть какие-то такие навыки, разные-разные навыки. Финансы там, все что угодно. Все, что имеет отношение к вашей работе. И здесь я забыла вам упомянуть, когда мы там проходили же, давайте вернемся. Вот помните, у нас была диагностика, да? Какой был следующий этап? Фундамент. Потом был какой этап? Поковка. Поковка. И потом была распулька, да? Здесь такой важный момент. Я его не почерпну в презентации, но я вам его расскажу. Вот здесь в фундаменте нужно понять свою точку мастерства. То есть это то, к чему вы будете стремиться. То есть вам нужно прямо сесть и подумать, кем вы хотите стать в итоге. То есть, например, через пять лет. Например, Максат, он сейчас специалист по digital. Он сейчас такой, да? Он зарабатывает столько-то, у него там столько-то подписчиков, да, к примеру. Через пять лет он там себя видит владельцем компании, которые занимаются стратегиями digital, там, может, даже по центральной Азии. Он же так зарабатывает так. Он общается с такими людьми. У него такой лайфстайл. То есть он делает такой образ жизни. Он ходит в какие-то места. Он моментально есть такую еду, да, к примеру. И, ну, здесь, конечно, больше именно профессиональных качеств, там, он там занимается тем, это твоя точка мастерства. И когда ты понимаешь эту точку мастерства, ты понимаешь, как себя вести сейчас. С кем тебе общаться. Как ты себя пасценируешь. Как ты пишешь. Что ты пишешь, да? Какие мероприятия и ходишь. И надо все время уметь держать вот эту точку мастерства, то, к чему мы приходим. Почему? Потому что люди очень часто живут по инверции. Когда ты не знаешь, к чему ты идешь, ну, ты как встаешь, вроде ты что-то делаешь, да? Позавтракал, поработал, да? Ну, вроде что-то делаешь, да? Но ты не совершаешь действий, которые тебя приближают к точке мастерства. Либо ты совершаешь, но это как бы вслепует. Вроде к чему-то пришел, но ты не особо там осознанно к этому шел, да? То есть она сама получилась, да? И если она получилась сама, то скорее все это будет дольше, не в том виде, как бы хотелось, да? И что-то такое. Можно повторить формулировку точки мастерства? Ну, для меня это формулировка того, то, кем вы хотите стать в профессиональном смысле. Через энное количество времени. Через год, через два. Можно даже создать себе прям планы. Через год я хочу такой, да? Например, один год. Я хочу быть там, не знаю, главредом, ну, условно, не знаю, зарабатывать столько-то, да? И там снимать квартиру там в квадрате, в тонком квадрате, ну, примерно, да? Через там три года я хочу там кого-то, там кого-то, там кого-то, да? И тем самым, все ваши действия, стратегия, навыки, все это будет связано с этим. Но это не значит, что, конечно, вы можете зациклиться, все, я постаралась себе эту цель, я не могу отходить. Жизнь, она же такая хаотичная, но когда вы будете понимать, к чему вы движетесь, вы можете по ходу менять, как бы, немножко свою стратегию, но в любом случае, вы, как бы, более-менее будете тут. То есть, может быть, это будет лучше, да? Или чуть меньше, да? Но это более-менее будет тут. А когда вы непонятно куда-то идете, да, вы куда-то непонятно не придете. Может, вы не придете никуда, да? Ну, то есть, вот. Например, я всегда так и жива. Ну, на самом деле, не буду сейчас себя разваливать, в том смысле, что я примерно понимала, что я там хочу быть главным редактором. Через сколько, когда, как. Вот эти этапы. Это не само случилось, что я там 25 лет открыла свое СМИ без какой-либо поддержки, там, без каких-то больших положений, да? К сожалению, ну, или даже в радости, ничто так просто не случается. У всех людей они все равно как-то что-то планировали, и у них была какая-то цель, может быть, даже мечта, да, что-то такое. И это происходит так. А почему я начала про это говорить? Просто очень важно, потому что мы до этого, да, это упустили. И это очень важно. Да, мне кажется, это одна из самых важных штук. Но важно не циклиться и не быть абсцесс. То есть, все, у них дороже, там, это, да. Потому что, может быть, жизнь тебе лучше даже варианты преподносит. То есть, по ходу действия уже лавировать, там, быть таким. Дальше. Нетворкинг. Совет большой. У меня, на самом деле, на самом деле была большая проблема. Ну, не большая проблема, а, как сказать, я в целом логика человек. Я не очень понимаю, что я чувствую зачастую, что чувствуют другие люди. И вот я тоже училась, как вообще коммуницировать, да, с людьми и понять, почему он это делает, что он делает, да. Это важно, потому что вы один не можете быть источником всех знаний, всех, там, компетенций, всех вот этого всего. И если у вас есть, там, какие-то люди, с которыми вы общаетесь, они могут вам тоже. И вы можете им помогать также, там, выйти с точечным знанием, вместе создавать проекты, да, да. Ну, и в целом жизнь будет качественнее. У нас вообще, мне кажется, в Казахстане нет культуры общения. То есть, например, в всех штатах у них, был такой случай, мой друг мне рассказывал, мне так зацепила эта история, он здесь сидел где-то и звонит ему другой человек, который американцы говорит, а ты можешь посоветовать? Я думаю, да, конечно. Типа счастливого контакта, вот возьми вред, а чему делаю то-то, то-то, то-то. Ну, прям так помогает. И вот мой друг, который когда-то спрашивает, зачем ты ему так помогаешь? То есть, у нас же не так это разно. Он говорит, ну, это же хорошо. Вот сейчас у меня есть один успешный друг, я помогу другому, а значит, у меня будут два успешных друга. И, значит, я буду сильнее. И чем успешнее мои друзья, и чем больше, тем лучше и для меня также. Ну, то есть, помогать другим людям становиться лучше, помогать своей команде становиться лучше, да, обрастать этими связями. И не жалеть. Ну, в смысле, у нас есть все равно такое надействие, что ты жальничаю какими-то знаниями. Он говорит, это же я сегодня, да, вот это все вам рассказывают, да, как бы зачем. Могла бы сказать, что я такая классная, и только по себя, да, говорить, а вам не раскрывают, да, какие-то секретики, да. Но это же глупо, потому что это бессмысленно изначально. Чем успешнее мы все, тем лучше наше общество, наша страна, и мы все становимся лучше, больше, да, здоровее людей, их нации, их народ, да. Вот. Это про нетворкинг. И здесь вам нужно поискать на вашем профессиональном сообществе, как вы думаете, где собираются эти люди, как вы или с какими вы хотите общаться. Окей, вы никого не знаете, вы ни с кем не общаетесь. Найдите этих людей, куда они ходят, да, как они, какой у них образ жизни, какой у них у вас там. Еще свои идеи. Продвигаться. Как вы говорите? Продвигаться, ну, это я уже говорила, за счет контента, рекламы, репосты. Здесь я хотела немножко упомянуть то, что вот насчет того, что вы спрашивали, какой он? Альбек. Альбек говорил насчет, какие он спрашивал дорого, недорого, бесплатный способ продвижения. Я уже говорила, репосты, то есть можно попросить всех своих друзей, каких-то людей там, репосты, материал. Потом взаимный пиар. Чтобы вы, например, написали о них, а мы о нем. Мы, так знаете, сделали с Телеграмом, и мы вот за последние два месяца у нас прибавилось тысячу подписчиков, тысячу подписчиков только за счет взаимного пиара. Мы взяли и выгрузили топ самых Телеграм-каналов в Казахстане и со всеми, где-то с 10 каналами сделали такой взаимный пиар. Они писали о нас, но мы о них. Но это довольно как бы уже известный инструмент, и мы этого сделали, но мы не делали этого систематично. Пока я говорю, давайте уже сделаем, прям со сериями, два раза в неделю минимум вот этот пост, и тысяча подписчиков к нам пришли. Не факт, что они, конечно, все останутся, но в любом случае у вас стало больше этих людей, и кто-то из них точно останется. Дальше. Дальше. Какие еще советы по личному бренду? Это увеличивать насмотренность, то есть подписаться на людей самых известных, сильных в вашей серии, не только, которые круто делают контент по вашему, на каналы, на какие-то тематические блоги, сообщества. То есть увеличивать насмотренность, что происходит. И где-то, ну то есть, как говорят же, великие художники воруют. Ну, можно посмотреть, там, смотреть, изучать, но не как Рашеб, да, простите. Ну, в общем, ну в любом случае, чем больше вы изучаете, тем больше вы накапливаете свое подсознание и сознание, да, тем больше у вас потом будет вероятность, что вы придумаете что-то классное и подходящее вам. Ну, трудно придумать, если ты ничего не читал, да я ничего не смотрел, ты не можешь это сделать. И здесь я могу посоветовать по медиа, либо какие-то каналы. И чем это хорошо? Это как Алиса в стране ждет, ты падаешь в эту яму, и потом ты уже как-то становишься на этой теме, ты все больше и больше это советует того, того, ну то есть, ты заходишь в эту тему и глупишь, глупишь, развиваешь это все. Дальше. Еще совет, который у нас был, это не нервничайте за хейтеров. Ну, то есть, нам нужно, конечно, понимать, что они пишут, обращать, ну там читать, там прислушать, вдруг там есть конструктив, но зачастую там нет конструктива, потому что чем более вы известней становитесь, станете, чем успешнее вы станете, в любом случае у вас появляются хейтеры. То есть, что бы вы ни делали, вот я такой пример приводила на прошлой сессии, чумпанха матовая, да, все ее знают, она занимается фосписом. Ну, человек, казалось бы, ну что можно против нее сказать? Это человек, который, там, с благотворительностью помогает, там, людям, столько жизни спасает, и вы, если зайдете в ее комментарии на инстаграме, там ей прям пишут матами, чтоб сдохла, там ей прям маты-маты, ну, казалось бы, да? Ну, то есть, всегда найдутся такие люди, которые, там, что-то будут говорить, потому что вы становитесь ярче, а это как будто безет, что вы, там, становитесь успешнее. Может быть, даже такие люди найдутся среди ваших друзей. Ну, что ты высовываешься, да, там, будь как все, будь как мы, да? Ну, значит, то есть он не милому по пути. Но, конечно, нужно, возможно, там есть конструктив, да? Ну, да. Можно тоже анализировать эту ненависть, да? Потому что я думаю, вот к такому человеку, как чемпан-анкоматам, вот кто может, вот, проецировать ненависть. Допустим, люди, которые хотели вылечить смертельное больного ребенка, те люди не смотрели, да. Возможно. Потом вот сегодня буквально вот на ее фотографии кто-то тыкнул с такой подписью, что вот столько-то онкологических больных детей получили благодаря человеку чпан-анкоматам для какую-то сумму. И я почему-то тоже подумала, что вопрос поставлен рекламным, потому что не эти дети получили эту сумму, а получили клиники и посредники, которые связывают детей с этими клиниками. А вот если бы они написали, что сколько-то детей вылечились, реально вылечились, это бы было более действенное, допустим, называло меньшее возражение. То есть и когда мы анализируем ненависть, да, или собственное возражение к чему-то, вы должны понимать, что у этого тоже есть, возможно, основание. Согласна абсолютно. Сейчас хотела бы такое вспомнить, тоже, стату. Черчилль говорил, сейчас я зайду, точно не помню, как точно заговориться. Он говорил, в общем, там была мысль в том, что если вы когда-либо в жизни встаете за что-то, ну, то есть за что-то защищаете, то у вас будут враги. А если вы как бы ничего не защищаете, ничего не делаете, то вы, ну, игроков не будет, да. Но это нормально, к нему будет идти эту стату. А, вот, я вспомнила ее сама. Там было так. If you have enemies, that's good. That's good. Это хорошо. It means that... И потом дальше там. Это значит, что когда ты от делива, it means that some days, somehow, you stood up for something in your life. И мне кажется, это классное выражение. Но людям легче воспринимать информацию, когда картинка, звук, да, это быстрее понять, что плюс не все люди, то есть прочтение, мне кажется, падает по сравнению с тем, что раньше было, потому что очень много информации, клиповое выражение, да. И плюс те же социальные сети, они ранжируют видео больше. Поэтому stories, то есть показывать, какой вы, чем вы дышите, да, как вы вообще ведете себя в жизни, какой вы. Вы можете написать кучу постов, но люди не знают, как он, как он говорит вообще, какой он. То есть это у вас ближе становится к человеку. И людям уже не интересны эти вылизанные ваши посты, там, со всеми фильтрами, там, со всеми фейстюнами, да. И, мне кажется, за счет этого вот и успешно стали вот, например, те же вайнеры, да, какие-то такие люди. Можно видео использовать и в профессиональной среде, в том, где есть, там, IGTV, прямые эфиры. И это помогает тем, что вы начнете нарабатывать этот скил выступления, как вы, там, ведете себя с аудиторией, да, люди вас больше узнают, и также они выходят в топ. Прямые эфиры, IGTV, они, по-моему, даже больше выходят в топ, потому что конкуренции там меньше. То есть IGTV и прямых эфиров не так много, а в топ выходят все категории. Дальше. Еще совет, это, например, вы там выделили вашей нише, не знаю, скажем, вы начинающий политолог. Найдите людей, которые уважаемы в этой сфере, то есть они уважаемые политологи, да, они известные, у них есть своя аудитория, то есть у них сильный личный бренд, да. И начните как-то с ними общаться, какую-то коллаборацию сделать, мелькать там с ними, да, ну, то есть не фальшиво, а действительно попытайтесь с ними построить какие-то хорошее решение. И тут и другие люди, которые воспринимают этого политолога и вы будете с ним, они будут ассоциироваться, что он, наверное, он тоже хороший политолог, да. Ну, то есть какая-то такая ассоциация. Опять же не фальшиво, но это нормально. То есть это такая принцип стаи. Быть в той стаи, где вот ваши, те люди, с которыми вы хотите ассоциироваться. А дальше... А, почему мы ушли? А, вот, подписаться нужно. А, вот. Что-то толстый. А, взаимодействие с людьми, с вашей серии. А, я тоже как-то знала. Все, и... А там, поставить в вопрос тоже было? А, нет, я повторяю. Все. Да, я просто повторила, оказывается. Вы даже мне ничего не сказали, как девушку с альцгеймером. Машку с альцгеймером. Ну это же говорит, ладно. Ну ладно. Так. И еще совет. Это ставка на реальный результат. То, что... Хотя это, наверное, должен быть один из первых советов. Вы можете сколько угодно говорить, какое вы крутое. Но если вы действительно не соответствуете ценностям, то если вы действительно, например, не крутой бизнесмен. У вас... Это же все сейчас проверяется очень легко. Вы говорите, что вы там, не знаю, какой-то миллионер. А там ваш загулян, что у вас новая должность, да? И у вас вообще там все сотрудники в черную, да? То есть вообще либо вы тут и бизнесмен. То есть нужно соответствовать тому, что вы говорите. Или вы говорите, что там мега-коммуникатор, а на самом деле вы там не умеете вообще коммуницировать с людьми, у вас нет там базы, да? И ничего, да? Ну и вот то, что точка мастер-ай, то, что мы уже обсудили. Все. И есть вопросы? Можно какие-то вопросы? Да. Комментируете ли вы кого-то и есть ли в этом вообще потенциал? Вот вы сейчас просто тоже вполне взаимодействуете с многими там, свежими. Да, да. Насчет комментариев. Да. То есть вот публикация и, вот допустим, в программе публикация и комментирование кого-то, насколько есть в этом потенциал, чтобы увеличить количество пациентов? Есть, конечно, есть, конечно. Есть сами. Ну, обязательно, ну, конечно, не стоит скатываться, особенно в критику, если вы начнете с того, что начнете там хейтить всех там известных людей, это, ну, как бы немножко будет, ну, может быть успешно, но лучше недолгосрочную, да, стратегию. Делаю ли я это? Стригну ли мне? Мне сейчас трудно. Извиняюсь, не в плохое, не в некотире, а вообще комментирую. То есть может быть поддержать, ну, в любом ключе. Вообще сама сила комментариев. Именно. Посты. Так, в постах. Ну, посты, я имею в виду, вот если там в Инстаграме, то посты, да, их назвать? Да. Апликации, да? Там, допустим, комментируют. Ну, я делаю, например, посты в Телеграме и часто в сторис тоже, если мне что-то понравилось, то, что вот, человек мне написал. Ну, я даже обычную подводку не пишу, просто шерю. И в целом понятна моя позиция, если я зашерила, значит, скорее всего, я согласна. У меня просто такая ситуация, то что я не пишу такое, потому что у меня принцип того, что как бы я не буду хаять коллег. Ну, из-за того, что у нас все плохо с журналистикой и в СМИ, я никогда публично не буду писать, хотя я могу так думать, и мы можем это обсуждать в своей редакции, но никогда я не буду говорить, что вот они такие плохие публично. Потому что и так у нас все плохо. Если мы будем так делать, мне кажется, это плохо. Это первое. А второе, я же еще работаю с рекомендателями, и все равно меня ограничивает моя стратегия. Я, например, могу упрости, вот я просто в KSL меня так плохо обслужили. Ну, я не говорю, что меня в KSL плохо обслужили, но я это знаю, что KSL – это наш клиент, сейчас или будущее. То есть, есть все равно какие-то рамки, и это нормально. Ну, то есть, не обязательно там все там говорить. Тем более, я сама в целом, я не негативный человек. Я человек такой позитивный. Я в целом настроена на то, что все будет хорошо, все надо делать классно, все зависит от себя, не надо жаловаться иных. Я вообще не вижу смысла в таких постах. Я думаю, о, у меня там плохо обслужили. Ну, окей, да, надо что-то с этим делать. Но зато про страну и про политику и про общество у меня тут никаких нет рамок и граней. Но некоторые, действительно, через такие публичные жалобы, они хотя бы первично решают свои проблемы. Вот если у вас такие проблемы возникают, вы решаете их на таком обычном гражданском уровне, не используя их? Вначале, да. Но я часто делала, когда я прибегала к соседям. И это очень легко и быстро решается, конечно. Но вначале я старалась сама. Ну, например, сейчас у нас редактор, у нее там сразу здорово. Она там с ним тоже написала пост, они уже обратили на нее внимание, там, своя какая-то история. Ну, да. Нет, не подумайте, что я молчу. Ух, боже, там, мы не будем делать такие вещи, а мы молчим. У нас никак не связана объективность редакции. Если, например, «Косподбанк» сейчас что-то плохо делает, но они у нас размещаются, в любом случае редакция об этом не пишет. Потому что у нас есть стена между коммерческим отделом и редакционкой. Это, в принципе, вообще многих хороших СМИ то, что никак это не влияет. Но своим личным, да, со мной, может, такие истории не скучаются прям уж, чтобы было все плохо. Поэтому, да. Какие еще вопросы? Что вы посадитесь? Давайте еще последний слайд, а потом будем практику делать. Если мы успеем. Что дальше? Что еще можно делать? Тут я, на самом деле, мало перечислила того, что можно делать. Но можно, например, у вас уже есть личный бренд, это запустить свои курсы, запустить вебинары. И вебинары хороши тем, что, если вы, например, записали курс, если вы его продаете, это, по сути, будет вашим пассивным источником дохода. Один раз сняли эту передачу, да, и люди покупают за тысячу денег, за две, там, за три, да. Так многие, вот, конечно, блогеры или, там, вот эти известные люди делают. Запустить курсы, то есть какую-то школу, да, может быть, там, фотографии, там, передавать свои навыки, мастерство. Потом написать книгу, почему бы и нет, да. Тем более у нас конкуренция вообще маленькая, мне кажется, книжная в Казахстане. И люди, если при хорошей раскрутке, люди будут покупать. основы проекты. Ну, то есть, компании, бизнесы, рестораны. Ну, и вот сами видите, по примеру всяких людей, там, вот, карлиджемер, там, в своей линии косметики, да. И все такие люди, которые достигают, ну, в какой-то момент, мне кажется, они все монтируют свое имя. Ну, вы знаете, «Жекас», «Доньярхаус», «Юурфреймбургер», вот эти все рестораны, они за счет их имени и туда люди ходят. Я не думаю, что там, ну, в смысле, наверное, там, хорошая кухня, но ставка делается на их имя и на их бренд. Это их конкурентное преимущество. УТП, да? Уникальное торговое предложение. Вот. Ну, здесь можно много чего делать, что дальше. Там, не знаю, можете даже стать президентом, как Зеленский, за счет личного бренда. Вот надо написать, кстати, пример, чтобы стать президентом. Вот видите, из чего зовут личный бренд. Это, кстати, история очень классная. Ну, в смысле, на эту тему. Вот. И практические здания. Кстати, я думала, может, уже другие практические здания сделаем. Ну, ладно. Вот из того, что мы разбирали, давайте… Ну, теперь мыracирante говорить на воскресенье. Продолжение следует...